бросаться заклинаниями, как сумасшедший. Воры из альянса магов и божественных защитников достали свитки и атаковали силы племени невероятных людей. Альянс магов был хорошо известен своими использованиями свитков. Они потратили время, деньги и энергию на воспитание большого количества умелых мастеров создания свитков. Даже когда у них было свободное время, мастера все еще делали свитки. Таким образом, гильдия накопила гораздо больше свитков, чем любая другая, не говоря уже о многочисленных свитках, которые они искупали в магазинах свитков. Ради того, чтобы противостоять этой силе из племени невероятных людей, они вложили немало ресурсов. Ради этой операции Крейзи Магик потратил более 300 тысяч золоты только на одни свитки. Все племя невероятных людей не сможет продержаться долго, убейте лих, закричал Крейзи Магик. Он стоял на вершине утеса, его темно-красные одежды развивались на ветру, когда он командовал игроками, расположившимися внизу. Группа из 120 воров активировала продвинутые свитки паутины одновременно. Гигантские паутины появились в воздухе, напоминая сеть, опутывающую небеса. Танья и другие маги поспешно использовали магию огня, чтобы сжечь паутину. Тем не менее некоторые из сетей все же добились требуемого результата и поймали некоторых игроков племени невероятных людей. Альянс магов и божественные защитники полностью окружили группу Блейдлайта. Им некуда было бежать. Обе стороны столкнулись с ситуацией, когда игроки умирали направо и налево. Танья, Андингскаундрил, Нейчералфиент и другие подняли свои посохи, отправляя во врага одно заклинание за другим. Однако место каждого убитого ими врага занимали двое других. Где безумный разбойник? Если у тебя есть яйца, покажи себя. Не думай, что ты навсегда окажешься непобедимым. Крэйзи Магик визгливо рассмеялся. Группа Блейдлайта понесла большие потери. Из-за того, что их поймали в ловушку, более 30 игроков погибли от множества заклинаний. Однако силы племени невероятных людей не пошатнулись. Несмотря на явное превосходство врагов, они все еще сражались со свирепостью тигров, убив более 70 игроков из альянса магов и божественных защитников. Тем не менее их потери были еще тяжелее. Каждый из игроков был высшей элитой. Любой из них мог легко подняться в ряды топ-50 или даже топ-10 в любой другой крупной гильдии. Видя, как игроки племени невероятных людей мрут, как мухи, Крэйзи Магик сжал кулаки в порыве эмоций. Основываясь на успехе сегодняшней операции, он мог получить еще большее финансирование от финансовой группы ВЕК. По сравнению с этим первоначальные вложения в 300 тысяч золотых были не более чем накладными расходами. После такой катастрофической потери племя невероятных людей определенно будет зализывать свои раны некоторое время, позволяя тем самым альянсу магов и божественным защитникам накапливать вклад и свободно захватывать важные объекты в крепости Хилтон. Битва продолжалась. Альянс магов был полон решимости уничтожить группу Блейдлайта. Они использовали свитки так, словно те росли на ближайших деревьях. Свитки насилия над разумом, свитки скрученной лозы, свитки снежной бури, свитки любого типа использовались без малейших колебаний. Блейдлайт, мы не сможем долго продержаться, наши потери слишком велики, закричал Янг Севин. Видя, как его товарищи убивают, сердце Блейдлайта заболело. Эти игроки составляли основную силу племени невероятных людей. Все, следуйте за мной, мы очистим себе путь. Выпив продвинутые зелья сопротивления магии и активировав силу варвара, он вывел авангард из окружения. Блейдлайт врезался в линии врага, отправляя в полет сразу нескольких игроков. Респлендент Блейдлайт сразу же привлек внимание игроков из Альянса Магов и Божественных Защитников. Около 60 магов направили свою огневую мощь на него и к своему ужасу обнаружили, что просто не владеют такой силой, чтобы нанести ему существенный урон. Даже их критические удары едва наносили более сотни урона, тем не менее здоровье Блейдлайта быстро снижалось, лучи нежного света упали на рыцаря, восстанавливая полный бар его здоровья. Оно так и продолжало колебаться вверх и вниз, но рыцарь был в относительной безопасности благодаря своевременному исцелению от Янг Севина и Пэнтит Муслина, находящихся в тылу. Получив несколько благословений, Блейдлайт, наконец, добрался до задней линии врага. Он валил игроков каждым ударом своего клинка, эти мягкотелые маги в тканевой броне совершенно не могли противостоять рыцарю. Смоукстап, Монохром и Джелес и другие последовали за Блейдлайтом. Когда они пробивали свой путь к северу долины, то оставляли за собой след из груды трупов. Воины из Альянса магов и божественных защитников вступили в ряды племени невероятных людей. Последовала хаотичная схватка, когда повсюду разгорелись боевые действия. Никто не осмеливался применять Ай-магию, опасаясь задеть союзников. Ситуация перешла в битву на истощение. Большинство игроков племени невероятных людей могут с легкостью противостоять один-трем, а некоторые из наиболее сильных и один-пяти игрокам. Тем временем, такие игроки, как Блейдлайт и Смоукстап могут преодолеть все на своем пути. Они были намного лучше остальных как в снаряжении, так и в мастерстве. Тем не менее человеком, набравшим наибольшее количество убийств был вовсе не Блейдлайт или Смоукстап, а Танья, он был как Турель, используя одно заклинание за другим. Ни один игрок, как маг, так и воин, не мог пережить его нападение. Его Арканфия уже достигла четвертого ранга. Даже во время пиканьяня на предыдущей временной шкале, Арканфии, способные значительно увеличивать огневую мощь мага, были все еще довольно редкими. На этой стадии игры Танья был практически богоподобным существом. Несколько воинов пытались броситься на него, только чтобы быть пораженными мощной магией. Крызи Магик следил за ходом битвы со скалы. Племя невероятных людей было известно своей непобедимостью. Он был свидетелем их силы во время осады крепости Крипс. Однако в мгновение ока его силы уничтожили более сотни игроков этой гильдии. Он был вполне удовлетворен ходом сражения, даже если его сторона понесла потери в размере более пяти сотен человек в процессе этой битвы. Крызи Магик посмотрел вниз и увидел Блейдлайта, Танья и других, которые пытались пробить проход их окружения. Он нахмурил брови. Эта группа игроков была слишком сильна. Только эти немногие убили более 60 игроков. Ах, черт, Байлин Ватер, иди и останови их, не позволяя им сбежать. Любое снаряжение, которое они сбросят, бесценно. Отдал распоряжение Крызи Магик. Понял. Босс у этого Янгспыра ухаука есть летающий маунт. Должны ли мы убить его первым? Летающие маунты были слишком мощными. Если бы Танья получил возможность призвать своего пустынного грозового орла, у них могли бы начаться проблемы. Нет, пусть он вызовет своего летающего маунта. На самом деле даже не пытайтесь остановить его. Крызи Магик рассмеялся. Это было бы огромным достижением, если бы им удалось уничтожить пустынного грозового орла Танья. Несмотря на то, что Байлин Ватер был сбит с толку под удобным решением, и мог лишь проворчать себе под нос, недоумевая, зачем Крызи Магик отдавал такое странное распоряжение. Тем не менее он мог делать лишь то, что ему велели. Пока Крызи Магик был занят злорадствованием, глядя перед собой, холодная вспышка появилась позади него. Сердце игрока сжралось. Вор. К тому времени, как он отреагировал, было уже слишком поздно. Будучи магом, он не имел возможности уклониться от атаки вора. В этой ситуации у него попросту не было времени наложить подходящее заклинание. Он мог только попытаться свернуть с пути удара. В этот момент его ушей достиг звук двух скрестившихся кинжалов. Крызи Магик обернулся. Изящная и грациозная фигура появилась перед ним. Это была Ван Страйк Вау. Эта очаровательная красотка была похожа на тернистую розу, таившую в себе опасность. Человеком же, который его спас, был вор по имени Брокен Бон Блейд. Брокен Бон Блейд едва успел заблокировать атаку, не позволив Крызи Магику распрощаться со своей жизнью. Однако он не ожидал, что Ван Страйк Вау немедленно сменит цели. Последнее, что парень увидел перед собой, перед тем, как потерять сознание, это кинжал, вонзившийся в его лоб. После ошеломления Брокен Бон Блейда Ван Страйк Вау разразилась шквалом атак. С ее уроном не потребовалось больше двух ударов, чтобы отправить противника на кладбище. Брокен Бон Блейд рухнул на землю, все близлежащие маги нацелили свои заклинания на девушку-воровку. Ван Страйк Вау быстро увернулась с помощью штормового шага, а затем растворилась в воздухе. Не дайте ей сбежать, убейте эту тварь, Крызи Магик взревел. Бросив взгляд на труп Брокен Бон Блейда, сферы света взмыли в небо и осветили землю внизу, обнаруживая силуэт Ван Страйк Вау, мчащийся вперед с молниеносной скоростью. Она была немедленно атакована потоком заклинаний, от чего здоровье девушки упало ниже 50%. В тот момент, когда казалось, что она должна была вот-вот умереть, девушка разорвала неизвестный свиток перемещения и исчезла. Черт сыпал проклятиями Крызи Магик. Ван Страйк Вау все же умудрилась сбежать в самом конце, он больше не осмеливался быть таким же беспечным, как ранее. Если бы засаду устроил Нирвана Флейм, он уже был бы хладным трупом, лежащим на земле. Все маги с левой стороны, атакуйте. Взгляд Крызи Магика упал на нескольких игроков племени невероятных людей на расстоянии, которые пытались вырваться из окружения. В этот момент несколько десятков заклинаний пролетели над ними и взорвались плотным огнем. Силы племени невероятных людей вступили в ожесточенную борьбу. Жертвы с их стороны постепенно увеличивались. Танья видел, что ситуация становится все хуже и хуже. Если все так дальше продолжится, они будут полностью уничтожены. Блейдлайт, прикрой меня. Я собираюсь призвать своего пустынного грозового орла. Закричал Танья. Блейдлайт, Смоукстап и другие немедленно образовали защитную стену вокруг Танья. Любой, кто осмелится приблизиться к нему, будет немедленно уничтожен. Танья использовал еще несколько заклинаний, убив тройку соседних вражеских игроков подряд. Затем он начал петь заклинания призыва. Блейдлайт, Смоукстап и другие охраняли Танья, не решаясь отойти слишком далеко. Они не позволяли никому подходить слишком близко к Арканмагу. Если заклинания были нацелены на Янгспер Раухаука, защитники делали все возможное, чтобы заблокировать его, даже если это означало использование своих собственных тел в качестве щитов. Увидев, как Танья призывает своего пустынного грозового орла, Крэйзи Магик ухмыльнулся. Это был именно тот момент, которого он так ждал. Он взялся с одним из своих доверенных подчиненных. Приготовься разобраться с летающим Маунтом Янгспер Раухаука. Понял, когда последний слог заклинания вытек из уст Танья, пустынный грозовой орел появился в яркой вспышке света. Со своим массивным 10-метровым размахом крыльев он мог практически затмить небо. Игроки Альянса Магов и Божественных Защитников, все без исключения, вокруг отступили в страхе. Это летающий Маунт Янгспер Раухаука. Он такой огромный. Танья прыгнул на спину пустынного грозового орла. Маунт взмахнул крыльями, подняв сильный порыв ветра и отправляя вражеских игроков в полет. Даже далеко стоящие маги были сбиты с ног, что прервало активацию заклинаний. Скрии. Пустынный грозовой орел издал пронзительный крик и взмыл в небеса. Танья был похож на пистолет-пулемет, когда, восседая на пустынном грозовом орле, проносился над вражескими игроками и обстреливал их заклинаниями. Пустынный грозовой орел кружил в воздухе, прежде чем устроить настоящую резню, мгновенно убившись вражеских игроков своими острыми когтями, игроки из Альянса Магов и Божественных Защитников впали в панику, увидев пустынного Грозового Орла, силы племени невероятных людей в волнении вскрикнули, Янгспер Раухаук вызвал своего летающего маунта, ребята, ребята, мы все еще можем победить, давайте убьем этих ублюдков, племя невероятных людей в безумии бросило все свои силы вперед, игроки из Альянса Магов и Божественных Защитников начали отступать в страхе, однако они все еще оставались экспертами, эти игроки не могли потерять голову из-за чего-то подобного, если они повернутся и попытаются убежать, то будет лишь нести более тяжелые потери, вместо этого было лучше стоять на своих местах и продолжать сражаться, игроки столкнулись с вражескими силами, они теряли пять игроков за каждого убитого игрока в племени невероятных людей, пустынный грозовой орел был непобедимым существом на поле битвы, его здоровье упало лишь на незначительную часть после того, как его обстреляли бесчисленными заклинаниями, тех, кто осмелился атаковать, быстро погибал, после убийства большого количества игроков из Альянса Магов, Танья нацелился на Крейзи Магика, стоящего на вершине утеса, он хотел отрезать голову этой гадюки, если маг убьет их лидера, то игроки, подчиненные Крейзи Магику, потеряют все желание сражаться, Танья призвал пустынного грозового орла направиться к лидеру Альянса Магов, черное пятнышко в небе становилось все больше и больше, Крейзи Магик все яснее видел убийственное намерение, отразившееся на лице Танья, его губы изогнулись в зловещие улыбки, ты заставил меня ждать достаточно долго, казалось, что полетели искры, когда они встретились глазами, в тот момент, когда пустынный грозовой орел собирался разорвать его на части, Крейзи Магик блинканул на расстоянии в 50 метров, с грохотом когти пустынного грозового орла вырвали гигантскую дыру в земле, мгновенно убив несколько игроков поблизости, после того, как его атаки врагу удалось избежать, Танья снова поднялся в воздух, сидя на спине своего пустынного грозового орла, он осмотрел окрестности и заметил, как силуэт Крейзи Магика появился вдали, Танья не собирался позволять своему врагу сбежать в целости и сохранности, он преследовал Крейзи Магика на своем летающем маунте, всего за несколько секунд они преодолели более сотни метров, Крейзи Маги активировал штормовое ускорение, дав себе огромный прирост скорости, все приготовления уже сделаны, с тревогой спросил Крейзи Магик, он не знал, сколько еще сможет продержаться, если его люди не были готовы в ближайшее время вступить в бой, Босс, мы готовы, умри, глаза Танья вспыхнули леденящим светом, пустынный грозовой орел внезапно применил падение камнем, стремясь атаковать Крейзи Магика, когти пустынного грозового орла медленно приближались к лидеру альянса магов, в этот критический момент Танья внезапно услышал свистящий звук справа от себя, его сердце дрогнуло, юноша повернул голову и увидел многочисленные тени, скрывающиеся в зарослях, он был слишком сосредоточен на убийстве своей цели и никак не ожидал, что все это окажется лишь ловушкой, все игроки, спрятавшиеся в зарослях, были ворами, они начали действовать только тогда, когда Танья вошел в диапазон их атаки, воры что-то бросали, когда Танья пристально вгляделся, пытаясь разглядеть, что это было, его сердце дрогнуло от испуга, они бросали топоры, те были размером с руку с длинными рукоятками и острейшими металлическими лезвиями, еще страшнее было то, что все топоры были смазаны зеленым ядом, метательные топоры были довольно необычными предметами с высокой силой атаки, метательное оружие было заклятым врагом всех летающих маунтов, 30-метровая высота, на которой обычно передвигались летающие маунты, была слишком высока для них, однако Танья приблизился к земле ради погони за Крызи Магиком, он был полностью уязвим, пустынный грозовой орел, несомненно, получит серьезные травмы, если в него попадут все эти метательные топоры, летающие маунты могли получить легкие ранения, умеренные ранения и тяжелые ранения, это займет несколько часов, если маунту придется оправляться от легких травм, тем не менее тяжелые травмы требуют специального вида лечебных средств и до недели отдыха для полного выздоровления, в отличие от игроков их нельзя было вылечить просто выпиванием зелий, если не лечить достаточно долго, летающий маунт мог даже погибнуть, оживление летающих маунтов же было совершенно невозможно, Танья поспешно призвал своего пустынного грозового орла выполнить маневр бочка, это был сложный маневр уклонения, в уж, в уж, в уж, несколько десятков топоров пролетели мимо Танья, два из них все же сумели поразить пустынного грозового орла, он закричал от боли, когда брызнула кровь, еще один топор слегка порезал щеку Танья, заставив мага ощутить озноб, пробежавший по спине, дерьмо это было опасно, пустынный грозовой орел был задет только двумя топорами, его раны были легкими, так что на данный момент не было никакой непосредственной опасности, игроки из альянса магов и божественных защитников долго лежали в засаде, Танья не был глупцом, он сразу же осознал, что это ловушка, он перестал преследовать крызи магика и повернулся к врагам спиной, стараясь сбежать, яд, размазанный по лезвием двух топоров, быстро распространился по телу пустынного грозового орла и влиял на его скорость, к счастью это влияние было невелико и он все еще мог убежать, крызи магик верил, что попадет 10 или более топоров, в связи с этим летающий маунт должен был получить умеренные ранения, и его скорость и маневренность пострадали бы в значительной степени, это дало бы им прекрасную возможность убить его, однако лидер альянса магов не ожидал, что Танья выполнит такой сложный маневр уклонения, воры, снова приготовьте свои топоры, не дай ему уйти, мы должны убить его пустынного грозового орла, несмотря ни на что, с тревогой воскликнул крызи магик, эту возможность было нелегко получить, они просто не могли позволить шансу ускользнуть из их рук, в общей сложности 26 воров из альянса магов и божественных защитников погнались за пустынным орлом пустоты, они не могли бросить второй залп топоров сразу же, поскольку у тех было расчетное время на перезарядку, кроме того, количество метательных топоров, которые каждый из них мог нести, было ограничено двумя, у них не было достаточного времени, пустынный грозовой орел собирался сбежать, как только Танья собирался бежать, он ощутил что-то в воздухе, маг услышал шелест в зарослях, который сопровождался странным криком, что это, спросил крызи магик, племя невероятных людей прислало подкрепление, я не знаю, гигантское существо внезапно появилось из-за деревьев, у него было длинное змеиное тело и пара прозрачных крыльев, похожих на насекомья, которые росли из его спины, казалось, что тварь скользит по воздуху, пока ее крылья безостановочно хлопают по воздуху, это ветряная змея, закричал игрок альянса магов, ветряные змеи были своего рода летающими маунтами, в настоящее время в таблице лидеров по летающим маунтам уже виднелось три записи, пустынный грозовой орел занимал первое место, грифон с белоснежной гривой распоряжался второй позицией, а ветряная змея была третьей, среди всех летающих маунтов ветряные змеи были довольно слабо видом, их физические атаки были довольно посредственными, однако эти маунты владели мощным секретным оружием, и этим оружием был их сильнодействующий яд, они могли стрелять, чтобы нанести смертельный урон, таким образом их боевая мощь была еще более высокой, тем не менее любой летающий маунт был непобедимым существом для обычных игроков, священник тени ехал на ветряной змее, на нем был черный плащ, который полностью скрывал внешность вновь прибывшего, появление ветряной змеи было слишком внезапным, и Танья, и Крейзи Магик были застигнуты врасплох, всадник ветряной змеи явно не принадлежал альянсу магов или племени невероятных людей, в Цанвицте он существовало бесчисленное количество экспертов, даже Ниянь не смел утверждать, что не имеет себе равных, после перевоплощения он использовал опыт своей прошлой жизни, чтобы максимально повысить силу принадлежащей ему гильдии, лучший игрок из племени невероятных людей мог легко сразиться с тремя или более лучшими представителями из альянса магов или божественных защитников, это было уже впечатляющим достижением, однако что касается количества скрытых экспертов или количества игроков, которые не называли свое имя в таблицах лидеров по уровням, то тут было сложно что-то сказать однозначно, этот священник тени выскочил из ниоткуда, любая сила, которая могла получить летающего маунта на этом этапе игры, конечно же не могла являться обычной, эй, насколько сильны ветряные змеи, Танья отправил шепота Нияню, информация, связанная с различными летающими маунтами была довольно ограничена на просторах интернета, кроме названия маг совершенно ничего не знал в отношении ветряных змей, где ты умудрился столкнуться с ветряной змеей, с нескрываемым удивлением спросил Ниянь, ну, так, а что, если ты действительно столкнулся с ветряной змеей, взорви ее молнией, а затем убирайся подальше, что бы ты ни делал, не подставляйся под ее ядовитые атаки, предупредил друга Ниянь, несмотря на то, что ветряные змеи были достаточно низкоуровневыми летающими маунтами, их яд был чрезвычайно пугающим, если пустынный грозовой орел будет ранен им, он получит как минимум травмы средней тяжести, Ниянь узнал от Гухуая, что силы племени невероятных людей, охотящиеся на демонических зверей вокруг крепости Хилтон, массово подверглись нападениям из засад, его сердце было чрезвычайно взволновано, юноша приостановил свою прокачку и поспешно бросился на поле битвы основной экспедиционной команды в сопровождении Сия, его боевой конь Фолкнер недавно погиб, поэтому Ниянь не мог призвать его прямо сейчас, а потому лидеру гильдии пришлось топать к месту происшествия пешком, в этот момент парень яснее всего осознал, что ему жизненно необходим летающий маунт, он определенно должен заполчить темнокрылого дракона как можно скорее, обычные летающие маунты были мусором по сравнению с его темнокрылым драконом, кроме того, его мобильность значительно возрастет, что сделает возможность спасения товарищей по гильдии гораздо более удобной, услышав слова Нияня, сердце Танья дрогнуло, увидев, что ветряная змея гонится за ним, аркан маг поспешно заставил пустынного грозового орла полететь в сторону, действия ветряной змеи явно были враждебными, скрии, пустынный грозовой орел выстрелил молнией в ветряную змею, священник Тени немедленно заставил ветряную змею выполнить маневр уклонения в воздухе, избегая атаки, увидев, что пустынный грозовой орел действует против ветряной змеи, крыльзи магик востороженно закричал в голосовом чате, это ветряная змея, наш союзник, все, стреляйте в пустынного грозового орла, воры, бросайте свои топоры, Танья собирался бежать, когда на него полетели десятки металлических топоров, топоры быстро приближались, увидев Танья в столь затруднительном положении, священник Тени начал маневрировать на своем ветряном змее, чтобы преградить ему путь к спасению, выражение лица Танья перекосилось, его атаковали спереди и сзади, казалось, что на этот раз ему не было пути спасения, как только топоры собирались достичь своей цели, Танья поспешно рванул вверх, ему удалось избежать большинства метательных снарядов, но пять все же достигли цели, пустынный грозовой орел издал жалостливый виск, когда кровь пролилась с небес, хорошая возможность, увидев происходящее, священник Тени зловеще улыбнулся, ветряная змея издала пронзительное шипение, после чего выстрелила шаром зеленого яда, если бы пустынный грозовой орел был поражен этим ядом, он бы сильно пострадал, однако было просто невозможно увернуться от атаки на таком расстоянии, Танья укрепил свою решимость, а затем отдал приказ своему летающему маунту, скрии, пустынный грозовой орел полностью окутался белой молнией, затем нырнул в сторону ветряной змеи, приняв ядовитый удар в лоб, священник Тени побледнел от испуга, он не ожидал, что Танья будет так беспощадно сопротивляться, его действия были явно нацелены на взаимное уничтожение, священник Тени колебался, если бы ему пришлось пожертвовать своей ветряной змеей, победа была бы бессмысленна, священник Тени поспешно приказал своей ветряной змеи отступить, планируя впоследствии разобраться с пустынным грозовым орлом, в этот момент гигантская молния расколола небеса и ударила сверху, ошеломив ветряную змею, бесчисленные электрические токи потрескивали вокруг ветряной змеи, когда она падала с неба, священник Тени уже потерял контроль, в битве ветряная змея все еще была в невыгодном положении, в конце концов, пустынный грозовой орел был более высокого ранга, тиска он не умер, пробормотал Танья, аркан маг был разочарован тем, что молния не ударила священника Тени, иначе это было бы мгновенное убийство, будучи пораженным сильнодействующим ядом ветряной змеи и таким количеством метательных топоров, пустынный грозовой орел был тяжело ранен, Танья не смел терять времени и стремительно сбежал, пустынный грозовой орел взмыл в воздух, избегая метательных топоров, черт он убежал, выругался Крейзи Магик, пустынный орел был уже ничем иным, как малюсеньким пятнышком на небосклоне, поймать его более не представлялось возможным, с громким грохотом ветряная змея упала в заросли внизу, опрокинув несколько больших деревьев, когда упала на землю, босс, нужно ли нам пойти ли проверить, спросил один из воров, Крейзи Магик на мгновение задумался, послала ли финансовая группа век этого человека для оказания им помощи, казалось, только они могли послать такого сильного эксперта, несмотря на то, что Цаосюй не владел своей собственной гильдией, под его руководством было много экспертов, по слухам, самая загадочная игровая организация страны, Дериволф, также находится под его контролем, о том, насколько сильна эта игровая организация, никто не знал, тем не менее считалось, что у них было много лучших экспертов под крылом, в отличие от большинства профессиональных игроков, эта группа не преследовала славу и не гналась за репутацией, вместо этого ее члены упорно трудились, чтобы заработать чрезвычайно щедрую зарплату, выплачиваемую им финансовой группой век, после многих лет работы в индустрии виртуальной реальности у финансовой группы век была, по крайней мере, такая карта, спрятанная в рукаве, священник Ти не помог им, Крейзи Магик, естественно, верил, что он был некто, посланный им на помощь финансовой группой век, «Пойдем», — сказал Крейзи Магик, он привел с собой двадцать воров к месту падения ветряной змеи, через некоторое время ветряная змея оправилась от оглушения и с горем пополам поднялась, священник Ти не посмотрел на небо, пустынного грозового орла давно и след простыл, игроку оставалось только сдаться, услышав шелестящие звуки на расстоянии, священник Ти не повернул голову и увидел Крейзи Магика, ведущего к нему двадцатку воров, «Друг, ты из деревов?», — закричал Крейзи Магик, приветливо взмахнув рукой, с двадцатью ворами на своей стороне Крейзи Магик мог провести достойный бой, однако увидев размер ветряной змеи, лидер альянса магов не мог подавить чувство страха, летающий маунт достигал в длину десяти метров и обладал мощным телосложением, это существо было только немного меньше, чем виверна, когда красный змеиный язык, трепеща, выглядывал из пасти, казалось, что змея может проглотить кого-то целиком в любой момент, священник Тини не ответил, его лицо было скрыто плащом, поэтому никому не было видно его выражение, Крейзи Магик нахмурил брови, совладав со своим нравом, он сказал, «Друг, если ты из деревов, спускайся и давай поговорим», священник Тини снова не ответил, Крейзи Магик начинал злиться, даже если у этого парня была ветряная змея, ну и что с того, он сам все еще являлся лидером гильдии, эта другая сторона не давала ему возможности даже сохранить лицо, несколько воров сопротивлялись желанию выругаться в порыве гнева, если бы не Крейзи Магик, являющийся хорошим сдерживающим фактором, они бы уже давно разразились потоком всевозможных сквернословий, когда священник Тини уставился на группу Крейзи Магика, его глаза вспыхнули холодным мерцанием, ранее спокойная ветряная змея внезапно издала громкое шипение и выплюнула шарик яда, Крейзи Магик пребывал в шоке, увидев нападающую на него ветряную змею, парень блинканул в безопасное расстояние на 50 метров, однако ворам, которых он оставил позади, так не повезло, яд был похож на проливной ливень, поразивший троих воров, они испустили жалостливые крики и рухнули на землю, двое соседствующих с ними вора также были слегка забрызганы ядом, они не прошли более 10 метров, прежде чем рухнуть на землю вслед за соратниками, яд ветряной змеи был слишком сильным, ты, сукин сын, как ты смеешь нападать на нас, черт побери, убейте его, воры уже использовали свои метательные топоры для борьбы с пустынным грозовым орлом, а потому у них не было никакого способа справиться с ветряной змеей, это мгновенно превратилось в одностороннее кровопролитие, 20 воров из Альянса Магов были раздавлены, точно муравьи, у них не было возможности даже вступить в драку, некоторые из более быстрых сумели убежать, но вскоре 16 трупов осталось лежать на земле, ветряная змея была подобна зверю из глубинада, она убивала игроков, как скот, ее глаза с вертикальными зрачками сияли алым светом, увидев все произошедшее издалека, Крызи Магик Хму раздвинул брови, он не знал, почему этот человек пришел сюда, если он не был частью деревов, то на чей же он был стороне, личность священника тени была окутана покровом тайны, никто не мог понять, кем он был, возможно этот игрок принадлежал к некой третьей силе, или же вообще был случайным сольным игроком, в этот момент ветряная змея была для него непобедимым существом, чтобы не быть убитым, Крызи Магик стремительно сбежал, ты в порядке, с тревогой спросил Ни Янь, да, я сумел выбраться оттуда живым, вот только мой пустынный грозовой орел получил серьезные повреждения, ответил Тан Я, только убедившись, что священник тени более не преследует его, Аркан Маг смог вздохнуть с облегчением, Ни Янь приподнял брови, он не ожидал, что у Альянса Магов будет в союзниках владелец ветряной змеи, я чувствую, что тот священник тени не из Альянса Магов, они даже не принадлежат к одной стороне баррикад, если бы они скоординировали свои действия, я бы, вероятнее всего, не сумел выбраться оттуда живым, сказал Тан Я, вспоминая предыдущие сражения, я понимаю, ну, даже если они не заодно, этот священник тени, безусловно, наш враг, битва у группы Блейдлайт а тем временем также подошла к концу, Блейдлайт, Смоукстап и 60 элитных членов эксидиционной команды вырвались из окружения, племя невероятных людей понесли потери в размере 1200 игроков, в то время как у Альянса Магов и Божественных Защитников потери составили более 5000 жертв, некоторые люди успели даже умереть два или три раза, глядя на жертвы с обеих сторон, можно было с уверенностью сказать, что Альянс Магов и Божественные Защитники не получили никакой выгоды от этой засады, это был полный провал, конфликты между гильдиями часто превращались в битвы на истощение, тот, кто сдавался первым, становился общепризнанным неудачником, несмотря на то, что игроки из племени невероятных людей потеряли много предметов снаряжения, эти потери были ничем для столь богатого магната, как Ниянь, однако Нирвана Флейм все еще был сильно раздражен, племя невероятных людей в течение всего этого времени держалось особняком, потому что стремилось заработать как можно больше очков вклада, и это был их главным приоритетом, излишне говорить, что начало очередного конфликта может только нанести ущерб этой их цели, в то же время Альянс Магов и Божественные Защитники сильно отставали от них в плане получения вклада, если бы Крейзи Магик не предпринял никаких действий и все продолжалось бы с той же скоростью, то все лучшие объекты недвижимости были бы поглощены племенем невероятных людей, хотя игроки племени невероятных людей повысили свою бдительность, они все-таки попали в засаду Альянса Магов, все их контрмеры оказались полностью непродуктивными, тем не менее такого рода потери были не слишком губительны для племени невероятных людей, 1200 игроков, которые упали в уровнях, смогут восстановить их в кратчайшие сроки, что касается потерянного снаряжения, в котором сейчас отчаянно нуждалось племя невероятных людей, то это уже вопрос денег, игроки племени невероятных людей вернулись в крепость Хилтон, чтобы оправиться, Ниянь же на секунду задумался, поскольку битва уже завершилась, не было никаких причин спешить к месту событий, в этот момент он получил звонок от Гухуая, Ниянь, проверь форумы, юноша открыл форумы, он быстро нашел пост, о котором упоминал Гухуай, поражение племени невероятных людей, внутри были множество видео, наглядно демонстрирующих, как силы племени невероятных людей были окружены и разбиты, сцены того, как альянс магов и божественные защитники несут потери, были просто вырезаны из этих кинолент, эти видео сразу же стали набирать обороты и взлетели до вершины топов, племя невероятных людей потерпело поражение, почему нет никакой информации со стороны племени невероятных людей, я слышал, что племя невероятных людей вернулось в крепость Хилтон избитым до чернильных синяков, прямо сейчас они восстанавливают здоровье на своей вилле, а боже, это первый раз, когда племя невероятных людей потерпело поражение, невежественная публика все это проглотила, некоторые игроки из племени невероятных людей попытались ответить, чтобы прояснить ситуацию, однако их комментарии были загадочным образом преданы забвению, эти несколько сотен видео заняли первую полосу новостей на доске объявлений Веридейской империи, Ни Янь хмыкнул, альянс магов и божественные защитники действовали совершенно по-детски, прибегая к таким мелочным уловкам, что мы будем делать, мы не можем позволить этому продолжаться, сказал Гухуай, чем дольше эти видео будут оставаться в центре внимания, тем более это может повлиять на моральный дух членов гильдии, я напишу ответ, Ни Янь усмехнулся, он начал создавать новый пост на форумах, что ты пишешь, я найду людей, которые проголосуют за твой пост, сказал Гухуай, он сразу же связался с игроками, подчиняющимися ему, когда пост Ни Яня был опубликован, Гухуай проверил форумы, альянс магов и божественные защитники, есть ли у вас яйца, чтобы обнародовать реальные жертвы с обеих сторон, это был просто однострочный ответ, тон Ни Яня также был достаточно дерзким, однако Гухуай уже привык к этому, он улыбнулся про себя, иногда несколько простых слов были лучшим способом решения проблемы, Ватчфулс Найл начал искать людей, которые должны были поддержать пост Ни Яня, первым, кто ударил по посту, были, естественно, Танья, Респлендент Блейдлайт, Смоук Стап, затем Андинг Скаундрил, Нейчерал Фиэнд и другие, вскоре пост получил более 60 голосов, видя пост Ни Яня, многие игроки стали проявлять любопытство и нажимать на него, когда они обнаружили, что пост был сделан от имени Нирваны Флейма, то сразу же признавали поражение перед великолепием звезды, я восхищаюсь богом крупным планом, лучший из лучших, игроки постоянно отвечали на этот пост, в некоторых ответах содержалось вполне рациональное обсуждение, в это время, как дургии вносили вклад лишь своими отметками, в мгновение ока пост поднялся на вершину форумов, видя слова Ни Яня, игроки начали что-то подозревать, было ли что-то действительно подозрительное в этих видео, они не могли не заинтересоваться потерями с обеих стороны в битве между племенем Невероятных Людей и Альянсом Магво, было ли это похоже на то, что демонстрировалось в видео, когда племя Невероятных Людей было полностью разбито, вскоре интерес к реальным потерям значительно превзошел интерес к ранее выложенным видео, Крейзи Магик сидел в церкви в крепости Хилтон, он следил за форумами, идея отредактированных видеороликов была спланирована его подчиненными, хотя это был несколько неуклюжий ход, он все же имел некоторый эффект, увидев же пост Ни Яня, лидер Альянса Магов холодно фыркнул, это был мастерский ответный удар, внимание игроков сразу переключилось на пострадавших с обеих сторон, это было то, что они не хотели раскрывать больше всего, вскоре кто-то получил результаты битвы, племя Невероятных Людей потеряло 1200 игроков, в то время как Альянс Магов и Божественные Защитники понесли потери, превышающие отметку в 5000 человек, игроки замерли в оцепенении, с такими цифрами как у Альянса Магов и Божественных Защитников вообще хватило совести утверждать, что они победили, боевая сила племени Невероятных Людей была слишком пугающей, в среднем каждый из их игроков мог взять на себя по пятерке лучших игроков из Альянса Магов и Божественных Защитников, если игрок столкнулся с пятью врагами равного уровня или даже с несколькими противниками более низкого уровня, даже если экипировка была превосходной он все равно наверняка бы погиб, только классы вроде воров или паладинов имел бы шанс сбежать, чтобы спасти свою жизнь, однако выиграть, как правило, в такой ситуации было невозможно, среди игроков уже те, кто мог противостоять одновременно троим противникам уже были немногочисленны, тех, кто мог выиграть в противостоянии одного к десяти тысячам, один, просто не существовало, если игрок действительно попадет в засаду десяти тысяч противников, от него не останется даже мокрого места, если взять для пример высшую элиту Альянса Магов или Божественных Защитников, то этим игрока удалось подняться на вершину ранговых таблиц среди сотен тысяч других игроков, заработав себе статус элиты, все они могут быть признаны чрезвычайно умелыми, тем не менее игроки племени невероятных людей полностью раздавили их, эта разница была просто слишком велика, такой результат заставлял людей утрачивать дар речи, на форумах вспыхнуло волнение, несмотря на то, что племя невероятных людей вернулось в крепость Хилтон, как говорят избитым и разукрашенным синяками, никто больше ни слова об этом не сказал, Ниянь и Сия вернулись в крепость Хилтон и завершили свои квесты порабощения демонов, Ниянь поднялся до 96 уровня, а Сия поднялась до 85, их скорость прокачки была просто поразительной, кроме того, Сия направилась в административный зал и купила недвижимость, этот объект недвижимости был расположен рядом с виллой Нияня, он был довольно большим и мог вместить магазин 16 уровня, Такая недвижимость, можно сказать, была бесценной, каждое приобретение объекта недвижимости, сделанное ими, означало приобретение огромного источника дохода в будущем, Ниянь обнаружил, что на продажу остается все меньше и меньше объектов недвижимости, два основных объекта, которые он рассматривал, уже были приобретены кем-то другим, юноша понятия не имел, кто же был покупателем, но эти неизвестные личности были довольно шустрыми, оказалось, что ему следует поторопиться, объекты недвижимости в крепости Хилтон были ограничены, как только они все будут проданы, новых уже появляться не будет, они прибыли на виллу Нияня в крепости Хилтон, внутри были игроки племени невероятных людей, которые собрались в группке по двое или трое, увидев, как в дом вошел Ниянь, все, как один, приветствовали его, босс, босс, ты здесь, Ниянь посмотрел на своих братьев из племени невероятных людей, некоторые из них потеряли одну или две единицы снаряжения, многие умерли один или два раза, однако на лицах игроков не было ни малейшего признака уныния, несмотря на то, что они попали в засаду, это не выбило их из колеи, когда Ниянь шел по вилле, то услышал болтовню нескольких игроков, мне удалось убить семерых ублюдков из альянса магов, я потерял часть снаряжения, но оно того стоило, мне удалось убить только пятерых, эй, смотри, босс здесь, все игроки отходили в сторону, пропуская Нияня, Ниянь, Сия, Блейдлайт и несколько других игроков собрались вместе, на вилле было довольно много людей, где остальные, спросил Ниянь, здесь собралось всего две сотни человек, они пошли пополнить запасы расходных материалов, Ниянь проверил сокровищницу гильдии, затем повернулся к паладину Элегии, который отвечал за управление различными делами, и сказал, пусть Гухуай отправить немного снаряжения, каждый, кто потерял снаряжение, получит компенсацию, кроме того, наградите каждого пятью десятью золотым за каждую смерть, которую они посеяли в рядах врагов, 50 золотых было немалой суммой, некоторые игроки, которые убили немало противников, могли получить более одной тысячи золотых, игроки племени невероятных людей убили в общей сложности пять тысяч врагов, это примерно составляет 250 тысяч золотых, другие гильдии не посмели бы раскошелиться на такую сумму, тем не менее для Нияня эта сумма в 250 тысяч золотых была не особо крупной, с золотом те игроки, которые приложили усилия в гильдии, могли улучшить свое снаряжение в любом месте, это определенно стоило того, Ниянь занялся устроением одного дела за другим, босс, что мы будем делать, альянс магов и божественные защитники первыми предприняли действия против нас, мы собираемся продолжать прятаться в свой панцирь, как черепахи, если тигр не проявит свою мощь, люди начнут думать, что мы испугались точно кошки, сказал андингскаундрил, да уж, босс, мы не можем позволить этому так остаться, многие другие выразили свое согласие с андингскаундрилом, поскольку альянс магов и божественные защитники не дают нам спокойно жить в мире, мы им тоже нарушим мирные времена, после того, как мы разберемся с ними, все их игроки будут поворачиваться к нам хвостом и разбегаться в ужасе, едва лишь заметив нас, холодно заявил Ниянь, услышав слова своего лидера, игроки на вилле сразу же загорелись в предвкушении, после осады крепости Криппс прошло много времени, чертовски много времени с тех пор, как они последний раз участвовали в войне, игроки чувствовали, что их кости уже начали ржаветь, Ниянь решил объявить войну альянсу магов и божественным защитникам, босс, просто дай нам команду, игроки на вилле жаждали броситься в самую гущу сражения, Ниянь повернулся к Блейдлайту, возьми с собой 30 человек и отправляйся охотиться на лордов 80 уровня, быстро захватите все возможные объекты недвижимости в крепости Хилтон, оставьте нам альянс магов и божественных защитников, Блейдлайт на мгновение погрузился в раздумие, Ниянь планировал помешать альянсу магов и божественным защитникам, пока его группа будет охотиться на лордов 80 уровня и получать вклад, таким образом они смогут выхватить самые ценные и важные объекты в крепости Хилтон, сражения всегда могут быть перенесены и отложены, однако вопрос о покупке недвижимости в крепости Хилтон отложен быть не может, если бы все эти объекты были захвачены другими гильдиями, племя невероятных людей потеряла бы огромный источник потенциального дохода, такая потеря была бы для них просто неисчислима, хорошо, будьте осторожны, кивнул респлендент Блейдлайт, возьми с собой тридцатку лучших членов гильдии и постарайся убедиться, что никто из них ничего не выдаст врагам, сказал Ниянь, ничто хорошее не могло прийти со стороны альянса магов и божественных защитников, знающих передвижение группы Блейдлайта, понял, команды из тридцати игроков было недостаточно, чтобы справиться с лордом 90 уровня, но лорд 80 уровня не должен был стать проблемой для элиты, добавление большего количества игроков сделает их слишком легкой целью для обнаружения, группа Блейдлайта вышла с черного хода виллы сначала они должны были сбросить с хвоста игроков альянса мага и божественных защитников, наблюдавших за этим местом, после ухода Блейдлайта Ниянь начал организовывать войско, Гухуай, были ли какие-либо движения со стороны божественных защитников или альянса магов, спросил Ниянь, если бы они осмелились покинуть город, он точно не планировал их щадить, они все еще приходят в чувство и восстанавливаются, похоже, эта компашка не покинет крепость Хилтон в ближайшее время, я уже направил людей, чтобы следить за ними, если будут хоть какие-то новости, я немедленно сообщу тебе, сказал Гухуай, им 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 им, Ниянь кивнул, альянс магов и божественные защитники понесли тяжелые потери и, вероятно, не посмеют поспешно покинуть крепость Хилтон, игроки племени невероятных людей также должны были восстановиться, так что спешить не было никакой нужды, Ниянь на мгновение задумался, должен ли я попробовать посетить Крызи Магика, если конфликт вспыхнет в крепости Хилтон, сторона племени невероятных людей будет иметь абсолютное и беззаговорочное преимущество, ведь его положение здесь было только вторым, следуя сразу после управляющего, Гухай, найди мне местоположение Крызи Магика, хорошо, ответил его друг, парень уже распространил свою разведывательную сеть по всей крепости Хилтон, найти местоположение Крызи Магика было очень просто, сколько ледяных бронированных катапульт у нас есть сейчас, неожиданно спросил Ниянь, если бы у них было достаточно этих смертоносных осадных орудий, он планировал полностью использовать эти грозные военные механизмы в предстоящей войне, ледяные бронированные катапульты проявили удивительную мощь во время войны в Несаде, при наличии только трех из них удалось подавить семью Туаба до такой степени, что они даже не могли вздохнуть, у семьи Туаба не осталось иного выбора, кроме как оставить свои опорные пункты, это в свою очередь привело к упадку нескольких гильдий, состоящих у нее в подчинении, трех ледяных бронированных катапульт было далеко недостаточно, чтобы справиться с альянсом магов и божественными защитниками, никто не знал, насколько в техническом вопросе продвинулись эти две гильдии со времен осады крепости Крипс, тем не менее одно можно было сказать наверняка оно не застоялось, Дельфина одна из трех рабов Нияня помогла ему воспроизвести два чертежа ледяной бронированной катапульты, поскольку трое ремесленников одновременно должны были работать над этим проектом круглосуточно, у них, вероятно, к настоящему моменту было завершено несколько этих грандиозных машин убийства, на самом деле в настоящий момент у нас есть 21 ледяная бронированная катапульта, три из них находятся у племени бога войны, пять в распоряжении альянса безумного сражения, а остальные в крепости Крипс, ответил Гу Хуай, полагая, что у Нияня была особая причина раз спрашивать его о ледяных бронированных катапультах, парень и сам не удержался от вопроса, ты планируешь принять меры против альянса магов и божественных защитников, нам понадобится не менее пяти дней, чтобы перевести ледяные бронированные катапульты, но если нас перехватит по пути, то я просто не могу гарантировать, что мы не понесем больших потерь, у них может быть метод борьбы в сражении с подобными орудиями, я также недавно узнавал, что у альянса магов уже есть 15 бронированных катапульт, Ниянь задумался на мгновение, альянс магов и божественные защитники базировались слишком далеко от колора, на этом этапе игры, когда большинство наземных скакунов были довольно низкого ранга, а летающие маунты были все еще невероятно редкими, такое расстояние представляло огромную проблему, что если мы будем использовать гужевые повозки, один, сколько времени это займет, спросил Ниянь, если мы будем использовать гужевые повозки, то сможем сократить время транспортировки до трех дней, однако строительство тележек обойдется в кругленькую сумму, сообщил Гухуай, если они действительно планировали воевать с альянсом магов, победа вовсе не была гарантирована, учитывая расстояние, племя невероятных людей было бы очень трудно воспользоваться, какими-либо преимуществами, сколько нам придется потратить на постройку необходимого количества, не менее одного миллиона золотых, Ниянь снова погрузился в раздумие, это определенно стоило вложений, ведь вложенный в строительство гужевых повозок один миллион золотых на повышение мобильности ледяных бронированных катапульт совершенно точно окупится, хорошо если это один миллион золотых, то это всего лишь один миллион золотых, мы можем себе это позволить, распродай несколько драгоценных камней, собрав необходимые средства, немедленно начиная строить повозки, повозки, запряженные лошадьми, можно было построить непосредственно на заводе осадных орудий крепости Криппс, никаких чертежей для этого не требовалось, все, что было необходимо, это золото, которое будет потрачено на необходимые материалы, война с альянсом магов и божественным защитниками должна была рано или поздно начаться, племя невероятных людей уже полностью контролировала колор, со святой империей, сапфировым храмом, сияющим тайным пламенем, племенем бога войны, альянсом безумного сражения и пятью гильдиями филиалами они определенно могли вступить в сражение с двумя вражескими гильдиями, альянсом магов и божественными защитниками, даже если они не сумеют уничтожить альянс магов, нанесение сильного удара по этой гильдии не должно стать проблемой, Ниянь уже готовился к этой войне, о, кстати, Ли Жу искал тебя последние несколько дней, я сказал ему, что ты в крепости Хилтон, сообщил Гу Хуай, Ли Жу искал меня, зачем, с сомнением в голосе спросил Ниянь, ради беспрерывной прокачки уровня он установил настройки своего голосового канала так, чтобы только Гу Хуай, Блейдлайт и Сия могли связаться с ним, я не знаю, это, вероятно, было не особенно важно, сказал Гу Хуай, Ли Жу и был всего лишь младшим офицером в племени невероятных людей, Джа Хай и Лю Сю Чинь, что присоединились к гильдии в то же время, что и он уже поднялись до высших чинов племени невероятных людей, полагаясь исключительно на свои достоинства, вот почему Гу Хуай не имел в отношении Ли Жуя хорошего мнения, этот парень был слишком посредственным, если бы не тот факт, что он был одноклассником Нияня, Ли Жу и не стал бы даже младшим офицером, скажи ему, чтобы немного подождал, пока я не вернусь, сказал Ниянь, подумав немного, он решил, что вопрос Ли Жуя, вероятно, не мог быть чем-то срочным, как его успехи в последнее время, Ли Жую слишком не хватает таланта, мы потратили немало рабочей силы, пытаясь его воспитать, чтобы более высокоуровневые члены гильдии провели его через подземелья, тем не менее невозможно отполировать какашку, его мастерство не улучшилось ни на Йоту, два, Джай Ха и Лю Сючинь уже находится в верхних рядах гильдии, пока он все еще остается лишь младшим офицером, я думаю че-то это беспокоит Ли Жуя, и именно поэтому парень ищет тебя, сказал Гу Хуай, он чувствовал некоторые предубеждения в отношении Ли Жуя, я поговорю с ним, когда вернусь, сказал Ни Янь, если умения Ли Жуя действительно были такими никчемными, то выводить его в фавориты и насильственно поднимать по служебной лестнице лишь усугубит ситуацию, служить младшим офицером в гильдии уже было довольно хорошо, так как Ни Янь дал слово, Гу Хуай больше не стал ничего говорить, зато теперь он планировал свой ответ Ли Жую, я нашел местоположение Крейзи Магика, он в магазине зелий Кристина, сказал Гу Хуай после получения отчета, магазин зелий Кристина был единственным местом, где можно было купить продукты зельеварения, принадлежащим крепости Хилтон, товары там были довольно дорогие, более чем на 30% выше рыночной цены, в настоящее время в крепости было всего два магазина занимающихся продажей зелий, один был магазином зелий Кристина, а другой магазин зелий Звездной ночи, Крейзи Магик не желал терять лицо, делая покупки в магазине зелий Звездной ночи, поэтому он, естественно, был вынужден отправиться в магазин зелий Кристина, магазин зелий Кристина находился всего в двух минутах ходьбы от Виллы, босс, были ли какие-либо движения со стороны Альянса Магов, когда мы начнем предпринимать меры, нетерпеливо спросил паладин Элигии, Альянс Магов и Божественные Защитники все еще восстанавливаются, похоже, они не покинут крепость Хилтон в ближайшее время, я собираюсь нанести Крейзи Магику визит, ребята, вы можете оставаться здесь в режиме ожидания, пока не прибудет снаряжение из колора, сообщил Ниянь, юноша повернулся к Сия, пойдем вместе, хорошо, изящно согласилась девушка, Нияни Сия покинули виллу и направились в магазин зелий Кристина, это место было ветхим зданием всего лишь в один этаж высотой, Нияни Сия сразу же привлекли внимание игроков Альянса Магов и Божественных Защитников, находящихся поблизости, юноша посмотрел на окружающих игроков, которые отчаянно притворялись, что они простые прохожие, и внутренне насмехался над ними, эти люди, вероятно, уже сообщили Крейзи Магику об их прибытии, Нияни Сияни спеша прогуливались по улице, тихонько болтая, узнав, что к нему приближается Ниянь, Крейзи Магик спросил подчиненного рядом с собой, сколько игроков с Нирвана Флеймом, игроки, следящие за ним, сообщают, что он идет только в компании своей девушки, Крейзи Магик нахмурил брови, это, конечно, не было совпадением, что Нирвана Флейм двигался в его направлении, Маг вспомнил инцидент с Хевен Брейкером и внутренне предупредил себя, что не нужно наступать на те же грабли, мысль об уходе из магазина зелий Кристина даже не пришла в голову Крейзи Магика, если бы он сбегал, точно перепуганная крыса, при каждом столкновении с Нирвана Флеймом, то стал бы настоящим посмешищем, Нияни Сия вошли в магазин зелий Кристина, в то же время Крейзи Магик обернулся и посмотрел в их сторону, Крейзи Магик был окружен дюжиной игроков, каждый из которых были элитой альянса магов, Нияни Крейзи Магик встретились взглядами, атмосфера в магазине мгновенно стала чрезвычайно напряженной, точно запах пороха наполнил воздух, чувствуя, что что-то пошло не так, не связанные с ними клиенты поспешно отступили в сторону, разве это не Нирвана Флейм? Я думаю, что так и есть, друг и парень, вероятно, Крейзи Магик, лидер гильдии альянса магов, я слышал, что альянс магов и племя невероятных людей в последнее время неоднократно сталкивались лбами, да уж, они заклятые враги, интересно, что произойдет, разве при каждой их встрече, эти двое не занимаются только тем, что сражаются друг с другом, игроки шептались между собой, альянс магов и племя невероятных людей, здесь не было настолько смелых или безрассудных существ, которые осмелились бы спровоцировать таких, как они, в этот момент пожилой интуицы в роскошных серых одеждах бросился вперед, он был худощавым, с седыми волосами и бородой, в нем ощущалось внутреннее достоинство, игроки были озадачены, не понимая, почему он вышел, этот старик был самим Кристином, он был владельцем этого магазина зелий, все зелья, используемые интуицы в крепости Хилтон были предоставлены им, что делало старика относительно известным персонажем в крепости, он также имел высокий титул, являясь графом, большинство игроков так и не получили возможности встретиться с ним, так как Кристин редко показывался в магазине, и еще меньше людей имели возможность приобретать у него зелья, поскольку он продавал свою продукцию лишь игрокам с высоким статусом, только немногие счастливчики могли приобрести у него редкие и дорогостоящие зелья, в прошлом несколько игроков постоянно тревожили Кристина, пытаясь вести с ним дела, один из них даже обладал титулом барона, в приступе ярости Кристин вызвал охранников и запер их в темнице почти на неделю, урок был усвоен всеми в тот же день, с тех пор игроки внутренне поклялись никогда более не провоцировать старика Кристина, встреча с Кристином было нелегко устроить, эту возможность определенно нельзя было упускать, из присутствующих игроков те немногие, кто имел хоть какой-то статус, оправляли свою одежду, готовясь встретиться с владельцем магазина, возможно они могли бы даже заполучить несколько зелий, однако Кристин не обратил на них никакого внимания, направляясь прямиком к Ниеню, для меня большая честь встретиться с вами, великий ученый, нет, святой Нирвана Флейм, с уважением воскликнул Кристин, слова Кристина имели эффект разорвавшейся бомбы, все смотрели на Ниеня в полнейшем шоке, включая Крэйзи Магика, который чувствовал, что в его сердце зародилась дрожь, пробежавшая по всем организму, великий ученый, святой, что это за странные титулы, никто из присутствующих никогда ранее не слышал ни об одном из этих титулов, но игроки сразу же поняли, что они имеют невероятно высокое значение, система иерархии в Цанвицтеон была железной, если уж даже такой граф, как Кристин, столь уважительно относился к Ниеню, можно было только догадываться, каких высот этот игрок достиг в крепости Хилтон, Крэйзи Магик стиснул кулаки, когда почувствовал удушающее давление в своей груди, он догадывался, что статус Ниеня в крепости Хилтон был чрезвычайно высок, так как ранее встретил его в административном зале, хотя он был также лидером высокопоставленной гильдии в Веридейской империи, разница между Крэйзи Магиком и его противником была просто невероятно велика, ни один другой лидер гильдии не мог быть таким, как Ниянь, который действительно сумел стать самой опорой своей гильдии, именно существование Ниеня создало непобедимую легенду из племени невероятных людей, действительно ли племя невероятных людей проиграло в прошлое устроенной на них засаде, альянс магов и божественные защитники потеряли людей чуть более чем в четыре раза больше, чем их противники, при этом само племя невероятных людей потеряло 1200 игроков, такой результат вряд ли можно назвать победой, приветствую, граф Кристин кивнул Ниянь безразличное отношение Ниеня еще раз шокировало присутствующих игроков, он действительно говорил с этим высокопоставленным НПЦ подобным образом, как дерзко, Кристин произнес несколько слов, затем встал в нескольких метрах от Ниеня, его отношение было чрезвычайно скромным, сам же Нирвана Флейм посмотрел на Крэйзи Магика, все нервно замерли в ожидании, желая увидеть то, что же собирается сделать Ниянь, они знали, что все то, что будет сказано этим человеком, обязательно устроит взрыв на форумах, давайте устроим нашу последнюю битву в царстве смерти Карула, Крэйзи Магик, осмелишься ли ты принять мой вызов, Ниянь холодно смотрел на своего противника, это была явная провокация, все сделали судорожный вздох, царство смерти Карула не было незнакомо этим игрокам благодаря информационной странице на официальном сайте, в крепости Хилтон был странствующий маг, способный использовать космическую магию для создания таинственного параллельного мира, когда игрокам нужен был особый способ урегулирования спора не на жизнь, а на смерть они могли отыскать и попросить о помощи этого мага, в царстве смерти Карула были свои особые правила, игроки будут телепортированы в определенную точку на карте, им придется противостоять суровым условиям и противникам, если вы погибнете внутри царства смерти, то потеряете 5 уровней и сбросите 3 единицы снаряжения, а затем будете телепортированы прочь, если бы это была групповая битва между тысячей и более игроками, на карте появилось бы 10 точек, одна сторона должна была сначала захватить одну точку, а затем в течение часа захватить все остальные, чтобы добиться победы, таким образом, битва разразится вблизи этих контрольных точек, в войне такого типа лидерства, индивидуальные способности, адаптивность и понимание окружения играли решающую роль, потеря 5 уровней и 3 единиц снаряжения была чрезвычайно пугающей перспективой для большинства игроков, если бы это не было спровоцировано враждой не на жизнь, а на смерть никто не захотел бы отправиться в такое место, все смотрели на Крызи Магика, присутствующие здесь игроки задавались вопросом, примет ли он этот вызов услышав слова Ниеня, Крызи Магик ощутил, что его сердце затрепетало, если он примет вызов Ниеня, то в битве 1000 против 1000 у Альянса Магов не было шансов на победу, игроки племени невероятных людей были слишком сильны, у Альянса Магов было слишком мало экспертов, которые могли бы сравниться с элитой племени невероятных людей, с другой стороны, если он испугается и откажется при таком количестве людей, которые неотрывно следят за разговором, то станет посмешищем, как только видео этого инцидента будет опубликовано в интернете, каковы твои условия, спросил Крызи Магик, притворяясь спокойным, в то же время он транслировал все происходящее Цаосию, Крызи Магик был умным человеком, финансовая группа Век была их спонсором, на данный момент лидеру Альянса Магов оставалось только довести эту проблему до их сведения, город потерянных, это был маленький городок в империи Сатрин, в соборе в центре этого городка Цаосию задумчиво смотрел прямую трансляцию Крызи Магика, поскольку он видел огромный потенциал роста, мужчина ранее хотел приобрести племя невероятных людей, однако его лидеры отказали Цаосию, поскольку он не сумел их приобрести, то не мог и позволить этой гильдии спокойно расти, поскольку если ей дать такую возможность, то гильдия племя невероятных людей в один момент могла стать для него большой угрозой, Цаосию использовал победоносное возвращение и сияющее тайное пламя, чтобы справиться с этими игроками, применяя все от мелких уловок до полномасштабных сражений, однако он никогда бы не подумал, что эта гильдия будет становиться сильнее с каждым сражением, прежде чем, наконец, взять под свой контроль весь колор, не оставив ему иного выбора, кроме как отказаться от своих инвестиций там, удивительный рост племени невероятных людей также привел к внезапному расширению финансовой группы Лепин Драгон и всемирного объединения в индустрии виртуальной реальности, эти две силы все больше и больше укреплялись в данной среде, вытесняя финансовую группу Век, распад жаждущих крови клинков и инвестиции финансовой группы Лепин Драгон в индустрию виртуальной реальности привели к падению доли рынка финансовой группы Век на один процент, если племя невероятных людей продолжит укрепляться и поглотит итальянц магов и божественных защитников, он вряд ли сможет даже просто представить себе последствия, популярность санвецтеон постоянно возрастала, это был толстый кусок мяса, от которого никто не желал отказываться, естественно, Цаосюй также не хотел уступать свою долю другим, его вражда с племенем невероятных людей достигла точки кипения, один из них должен был пасть, после того, как Цаосюй услышал провокационные слова Ниеня через видео, рука, в которой мужчина держал чашку, немедленно остановилась, он глубоко вздохнул, действия Ниеня были безжалостными, перенося битву в царство смерти, где обе стороны могли иметь лишь равные по числу силы, альянс магов просто не мог стать достойным противником племени невероятных людей, это будет практически односторонняя бойня, но если Крейзи Магик откажется от этого вызова, а слухи распространяются, у альянса магов не останется даже капли достоинства, чтобы снова показать свое лицо когда-либо, услышав слова Крейзи Магика, Ниянь внутренне ухмыльнулся, в таких обстоятельствах альянс магов определенно не осмелится принять эти условия, потому что в царстве смерти существовало правило, по которому обе стороны могли иметь лишь равные по численности силы, я хочу запугать вас, что же вы сможете мне противопоставить, племя невероятных людей и альянс магов выдвинут по три тысячи игроков на битву в царстве смерти, племь невероятных людей не будет запрашивать никакой посторонней помощи, если альянс магов считает, что их сила недостаточно, то гильдия может запросить помощи у других, что касается того, на что мы делаем ставку, то исключая их основную крепость, победитель получает аннексию пяти крепостей по своему выбору на территории другой стороны, как насчет этого, ты осмелишься, осмелишься принять мой вызов, спросил Ниянь, тон его был груб, а слова наполнены множеством провокаций, дюжина игроков, сопровождающих Крызи Магика, были настолько взбешены, что хотели выйти вперед и дать Нияню почувствовать вкус свяого собственного мозга, Крызи Магик все еще колебался, если альянс магов согласится, последствия будут немыслимы, он все еще ждал ответа отца Осюя, все смотрели на Крызи Магика, ожидая ответа лидера альянса магов, я думаю, что альянс магов боится, я тоже так думаю, альянс магов не может противостоять племени невероятных людей, если в битве будет участвовать равное количество игроков, если бы я был Крызи Магиком, я бы просто послушно признал свое поражение, зрители спокойно обсуждали происходящее друг с другом, босс, мы ждем вашего слова, если вы согласитесь, хотя мы знаем, что поражение неизбежно, мы, братья, все равно будем с ними бороться, если вы отступите, нам не удастся сохранить лицо, чтобы оставаться в альянсе магов, мы могли бы также уйти в отставку, сказал священник, он был священником номер один из альянса магов, Кафри Мейпл Скай, он определенно имел важное положение и свой голос в гильдии, он прав, босс, мы можем умереть, сражаясь, но мы не желаем оставаться опозоренными, вмешался другой игрок, это были элиты альянса магов, у них была своя гордость, Цаосюй все еще не ответил, Крызи Магику было трудно дышать под свалившимся на его плечи давлением, если бы он согласился, а финансовая группа век не поддержала его выбор, то альянс магов почти наверняка бы проиграл, если бы он не согласился, то вся гильдия просто рухнет, особенно если учесть, насколько велико влияние Кафри Мейпл Скай и других, это была проигрышная ситуация, с какой стороны ни посмотри, Крызи Магик плотнее стиснул свой посох, Крызи Магик укрепил свою решимость, он собирался принять вызов не яня, у него также была своя гордость, будучи лидером гильдии, Крызи Магик не имел другого выбора, кроме как принять решение на основе рациональности, а не под давлением эмоций, однако иногда эмоции все же одолевали его, после того, как тебя загоняли в угол, отцается лишь единственный выбор, бороться до победного конца, Крызи Магик собирался дать свой ответ, когда внезапно зазвонил его голосовой чат, голос Цаосюя пришел с другой стороны линии, скажи Нирвана Флейму, чтобы нужно назначить дату и время, эти слова были подобны Кладу для Крызи Магику, элиты Альянса Магов абсолютно не подходили племени невероятных людей в качестве противников, поражение было бы просто гарантировано, однако все может повернуться иначе, если финансовая группа ВЕК примет некоторые меры, после стольких лет работы в индустрии виртуальной реальности Цаосюй собрал под своими знаменами бесчисленное количество экспертов, планировала ли финансовая группа ВЕК на этот раз отправить Деревалф, хотя Крызи Магик и не был знаком с Деревалфами, как и большинство игроков, он слышал слухи, существовал глобальный список лидеров для профессиональных игроков, который называется рейтинг ГП-2, это был довольно престижный список, в котором можно было найти огромное количество талантов, одним из примеров был Кроу, европеец, который был божественным существом в играх виртуальной реальности, предпочитая играть за класс с охотника, однажды он занял первое место в рейтинге ГП и удерживал его за собой в течение шести месяцев подряд, позже он исчез без следа, ходили слухи, что он был завербован в Деревалф финансовой группой ВЕК, однако слух так и не подтвердился, другим примером был Ривен, китайский игрок из игры Мерценары, который оставался в тройке лидеров в рейтинге ГП в течение двух лет подряд, позже он приобрел акции финансовой группы ВЕК на сумму почти в 50 миллионов юаней, а затем исчез, на фонды финансовой группы ВЕК определенно нельзя было смотреть свысока, для сравнения, такие компании, как финансовая группа Лепин Драгон и Всемирное Объединение, были лишь слабыми выскочками, которые лишь недавно вошли в индустрию виртуальной реальности, тревоги Crazy Magic испарились, он посмотрел на Ниеня и сказал, продолжай, Назови время, когда ты хочешь организовать это, альянс магов будет противостоять вам до победного конца, Ниянь все время наблюдал за выражением лица Crazy Magic, основываясь на первоначальных сомнениях в ответе и полном бравады голосе немного позднее, он пришел к выводу, что Crazy Magic общался с кем-то и этот кто-то был, скорее всего Цаосюй, ты заставил меня ждать достаточно долго, Цаосюй, Ниянь сжал кулаки, а на его руках проступили вены, их битва только началась, юноша понимал, что с Цаосюем будет не так-то легко иметь дело, не то что с такими людьми, как Crazy Magic, он был подобен крокодилу, скрывающемуся под поверхностью воды в ожидании прекрасной возможности нанести смертельный удар своей добычи, уроки предыдущей жизни научили Ниеня никогда не недооценивать такого противника, как Цаосюй, тогда, в прошлом, этот хитрец постепенно поглотил Альянс Безумного Сражения, Племя Бога Война и бесчисленное множество гильдий, несмотря на то, что Племя Невероятных Людей до сих пор стойко ему противостояли, этот вопрос все еще невозможно было легко решить, завтра, через 30 минут после открытия сервера, ответил Ниянь, он не знал, как долго продлится эта битва и каких людей будет набирать Альянс Магов, тогда все решено, сказал Крызи Магик, он выглядел гораздо увереннее, чем раньше, Ниянь не будет ли проблем с Крызи Магиком, очень уж уверенно он отвечает, прошептала Сия, поскольку мы уже приняли вызов, бояться нечего, сказал Ниянь, неважно, кого Крызи Магик позовет на помощь, все будет хорошо, если они подготовятся должным образом, он верил в игроков Племени Невероятных Людей, Ниянь повернулся к Кристину и спросил, граф Кристин, могу я побеспокоить вас стать свидетелем этой битвы, это будет большой честью для меня, святой Нирвана Флэйм, я клянусь именем Бога, что буду честно наблюдать за этим матчем, ответил Кристин, наличие судей НПЦ гарантировало, что ни одна из сторон не будет даже пытаться выкидывать какие-то фокусы, встреча между Ниинями Крызи Магиком в магазине Зелий Кристина была опубликована в сети и сразу же вызвала волнение, новости о битве между Племенем Невероятных Людей и Альянсом Магов в Царстве Смерти распространились как лесной пожар, став горячей темой для разговора, конфликт между этими двумя гильдиями был давним, но такое решение было довольно неожиданным, игроки, которые погибли в Царстве Смерти, потеряют пять уровней и три единицы снаряжения, этот вид штрафа заставлял многих игроков ощутить, как холодный пот бежал по спине, когда новости распространились, они быстро оказались в центре всеобщего внимания и обе стороны почувствовали, как на них обрушилось невероятное давление, кто бы ни проиграл, ни с амина, придется проглотить очень горькую таблетку, вызов Нииня Альянсу Магов был воспринят игроками племени невероятных людей весьма позитивно, чат гильдии был заполнен горячим обсуждением, босс, у нас уже затекла спина, мы сидели на месте достаточно долго, на этот раз мы обязательно преподадим урок этим ублюдкам из Альянса Магов, Альянс Магов на самом деле осмелился принять вызов, Крызи Магик идиот, мы собираемся раздавить их, узнав, что они готовятся вступить в бой, игроки племени невероятных людей испытали бесконечное возбуждение, Гухуай организует 20 тысяч солдат, зачем, Гухуай спросил в замешательстве, для перевозки ледяных бронированных катапульт в лунный город, Гухуай был на мгновение ошеломлен, прежде чем его лицо вспыхнуло от волнения, я понимаю, ты, действительно, невероятно безжалостен, Ниянь планировал воспользоваться подвернувшейся возможностью, когда все элиты Альянса Магов и Божественных Защитников будут в Царстве Смерти, чтобы перевести ледяные бронированные катапульты, без присутствия их элит или лидеров Альянс Магов не мог бы остановить ледяные бронированные катапульты, когда битва в Царстве Смерти завершится, если племя невероятных людей победит, их ледяные бронированные катапульты оказались бы в состоянии войти в свои недавно приобретенные цитадели, с этими крепостями в качестве стратегической базы они могут осадить другие цитадели Альянса Магов и атаковать саму основу, заложенную Цаосю им, что касается проигрыша, то мысль о такой возможности никогда даже не посещала голову Гухуая, будьте осторожны с вмешательством Корпорации Ангела, однако похоже, что их тарелка уже заполнена в Империи Сатрин, так что, вероятно, ни о чем беспокоиться, сказал Ниянь, конфликт в Империи Сатрин никогда не прекращался, у Корпорации Ангела были свои дела, я немедленно передам приказ, сказал Гухуай, он начал собирать игроков племени невероятных людей с разных карт воедино, я дам тебе список предметов чуть позже, позже люди, подчиняющиеся тебе, должны их собрать, сказал Ниянь, он начал вспоминать различные свитки, зелья и специальные предметы и записывал их все, битва в царстве смерти была слишком важной, если бы, израсходовав немного золота, племя невероятных людей могло понести меньше потерь, он с радостью выпотрошил свои карманы, он решил заставить своих игроков запастись несколькими полезными предметами перед предстоящей битвой, в которой им придется иметь дело с Альянсом Магов, Альянс Магов также определенно приготовит большое количество сифтков, зелий и специальных предметов, полагаясь исключительно на финансовую поддержку финансовой группы Век, Альянс Магов повезет добыть около 1 миллиона золота, тем не менее Ниянь мог получить 2 миллиона, 3 миллиона или даже больше золота без каких-либо проблем, он мог сокрушить Альянс Магов с помощью золота Ниянь проверил свое персональное хранилище на предмет драгоценных камней и кристаллов, 20 магических кристаллов, 30 сияющих кристаллов, 2 кристалла жизни и 1 энергетический кристалл были ему необходимы, чтобы вылупить из яйца темнокрылого дракона, Ниянь ранее выставлял запрос об этих предметах на доске миссий в союзе ассасинов, он также мобилизовал игроков племени невероятных людей, чтобы те помогли найти сияющие кристаллы, в настоящее время юноша собрал все, кроме одного кристалла жизни, но без этого он не смог бы заполучить темнокрылого дракона, это было действительно неприятно, такие предметы, как кристаллы жизни имели крайне низкий шанс выпадения, его получение оставалось лишь на волю случая и госпожи удачи, если бы Ниянь смог получить темнокрылого дракона до того, как они войдут в царство смерти, победа племени невероятных людей была бы еще более уверенной, Ниянь задумался на мгновение, игроки, подчиняющиеся ему, отправили анонимный запрос в ассоциацию наемников, предложив одну сотню тысяч золотых за кристалл жизни, такой награды было достаточно, чтобы вызвать огромный переполох, до тех пор, пока у кого-то есть подобный товар, даже если он не захочет его продавать, человеку будет трудно противиться искушению, было удивительно, если парень не сумеет достать при таких условиях хотя бы один, однако если у Нияня ничего не получится, пусть будет так, у него все еще было много других дел, которые надо было завершить, прежде чем войти в царство смерти, Ниянь вспомнил, что в крепости Хилтон был секретный магазин, однако он уже совершенно позабыл его точное местоположение, в предыдущем графике юноша только слышал, как об этом магазинчики говорили другие, но сам никогда не посещал его, ходили слухи, что даже самые дешевые расходные материалы там стоят более тысячи золотых, а самые обычные предметы продаются за десятки тысяч золотых, определенно это было не то, что он мог позволить себе в прошлой жизни, помимо неимоверно высоких цен, для входа в этот секретный магазин требовалось получить не менее 10 тысяч очков вклада, убив столько демонических зверей, Ниянь уже набрал около 30 тысяч очков вклада, этого определенно должно быть достаточно, юноша никогда не посещал этот секретный магазинчик на предыдущем графике, поэтому Ниянь не знал его точного местоположения, но из того, что парень услышал в прошлом, казалось, что магазинчик находится где-то в непосредственной близости, Ниянь решил направиться к Игнатию, чтобы разузнать о секретном магазинчике, как видный житель крепости Хилтон, тот, по крайней мере, должен был знать об этом достаточно, через несколько минут Ниянь смог заполучить информацию о местоположении секретного магазина у Игнатия, Сия и другие игроки племени невероятных людей отправились на прокачку уровня, чтобы предотвратить обнаружение силами альянса магов, они двигались скрытно, Ниянь же готовился отправиться в секретный магазинчик в одиночестве, когда он вышел наружу, юноша обнаружил, что ему на хвост упало более 10 человек, однако как только парень решил сбросить их, никто более не мог его преследовать, Ниянь вошел в скрытность и скользнул в близлежащий переулок, быстро стряхивая преследователей, пройдя 10 минут по узким улочкам, совершив многочисленные повороты и преодолев несколько узеньких проходов, которые могли одновременно вместить только одного человека, Ниянь очутился перед магазином, двое полностью вооруженных охранника стояли у входа, их серебристо-белые доспехи выглядели просто ослепительно, эти два вооруженных до зубов человека отвечали за охрану секретного магазина, обычно они были довольно высокомерны, но стоило этим воякам только увидеть Нияня, как они поспешно поклонились и стали вести себя с величайшим уважением, Ниянь оплатил вступительный взнос, посмотрев на свои очки вклада, юноша обнаружил, что только 3000 баллов были вычтены, вероятно это было одним из преимуществ титула святого крепости Хилтон, Ниянь вошел внутрь и был встречен большим залом со множеством полок, расположившихся с обеих сторон, они были снабжены всеми видами товаров, человек за стойкой был высоким мужчиной средних лет в штатском, Ниянь посмотрел на него с помощью непостижимого озарения, Пелек, уровень, титулы, авантюрист, граф, Пелек приветствовал Нияня, сэр Нирвана Флейм, добро пожаловать в мой скромный магазинчик, мужчина буквально сиял, вокруг него распространялась удивительная атмосфера, им 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 им, благодарю, вежливо ответил Ниянь, он начал просматривать список товаров, видя цены, юноша ощутил, как его сердце затрепетало, оказалось, что слухи вовсе не были преувеличены, все виды специальных предметов были выставлены на продажу, в том числе такие, как кольцо шелка или ползучие кольцо, однако их цены были просто смехотворно велики, кольцо шелка стоило 50 тысяч золотых, а ползучие кольцо 110 тысяч, кроме того они даже не были обновлены, поэтому являлись предметами самого низкого уровня, Ниянь продолжал смотреть с список, близлежащие полки были заполнены всевозможными редкими предметами одноразового использования, такими как, например, свитки групповой телепортации, у племени невероятных людей была специальная группа игроков, ответственных за сбор свитков групповой телепортации, поэтому в настоящее время они не были в дефиците, пока это было полезно, Ниянь сгребал все в свою сумку, поскольку существование этого магазинчика до сих пор оставалось неизвестным большинству игроков, предметы, купленные здесь за одну тысячу золотых, могут быть проданы за полторы тысячи золотых и более за его пределами, не говоря уже о том, что он мог купить те же самые вещи всего за три сотни золотых, в конце концов, с титулом святого крепости Хилтон, Ниянь пользовался 70% скидкой на все продаваемые на территории крепости товары, это было преимущество его титула, в предыдущем графике бесчисленное количество игроков с высокими титулами делали свои состояния на перепродаже предметов, жаль, что товары, продаваемые в секретных магазинах, всегда были в ограниченном количестве, если определенный товар был распродан, его новые поступления занимали дни, а иногда даже недели, Ниянь мог купить предметов на 10 тысяч золотых, заплатив при этом лишь три тысячи, это было практически воровство, все, что продавалось здесь за 10 тысяч золотых, должно было быть неимоверно драгоценным, юноша скользил взглядом по многочисленным товарам, прежде чем его пристальное внимание привлек золотой ящичек, внутри было 12 одинаковых колец, они выглядели уникальными, изготовленными из серебристо-белого металла с загадочным круглым образованием, выгравированным наверху, каждое кольцо стоило 30 тысяч золотых, то есть все 12 колец вместе обошлись бы в 360 тысяч золотых, это была пугающая сумма для обычных игроков, даже с 70-процентной скидкой, юноша по-прежнему должен был раскошелиться на 108 тысяч золотых, что намного превышало возможности большинства обычных игроков, Ниянь проверил свойства колец, они были идентичны, кольцо телепортации, суп легендарное, специальный предмет описания, предоставляет навык телепортации, телепортация, позволяет пользователю телепортироваться к другому владельцу кольца телепортации на той же карте, перезарядка, 15 минут, радиус действия, 5000 метров, при прочтении и описании этого умения, сердце Нияня затрепетало, это кольцо было довольно изящным, особенно если попадало в правильные руки, перезарядка тоже была достаточно короткой, всего 15 минут, эти 12 колец телепортации определенно стоили своей цены, Пелек у вас есть еще такие кольца телепортации на продажу, спросил Ниянь, простите, господин Нирванов Рэйм, но таких больше нет, подобно другим предметам суп легендарного или легендарного ранга этот набор колец телепортации является уникальным, эти 12 колец являются единственными существующими, пояснил Пелек, так как это была правда, Нияню оставалось лишь приобрести этот набор предметов, однако даже получение 12 подобных колец уже было довольно хорошо, Ниянь планировал передать эти 12 колец телепортации лучшим игрокам племени невероятных людей, он уже подумывал о том, кто станет счастливыми обладателями, он сам, Сия, Танья, Блейдлайт, Смоук Стап, Сан, Кинг оф Зе Ворлд, Янг Севин, Пайнтит Муслин, Санни Саус, Ван Стар и Квау и Ласт Бой. Конечно, у племени невероятных людей было гораздо больше экспертов, однако существовало только 12 колец телепортации. Помимо 12 колец телепортации, которые стоили 108 тысяч золотых, Ниянь купил также множество других полезных предметов для элитных игроков гильдии, хотя каждый из этих предметов стоил небольшого состояния, они определенно стоили того. Завершив свой шоппинг, Ниянь потратил в общей сложности 600 тысяч золотых, а заодно заполнил все 5 своих сумок предметами, юноша покинул секретный магазин с довольной улыбкой на лице, в следующий раз он купит еще больше предметов, чтобы перепродать их другим и получить достойную прибыль, однако сейчас не было времени, ему нужно было подготовиться к предстоящей битве в Царстве Смерти. В крепости Крипс игроки продолжали приносить всевозможные товары Гухуаю, который, в свою очередь, доставлял их в крепость Хилтон как можно быстрее. Оказавшись там, эти предметы распределялись Ниянем между остальными. Причина, по которой засада Альянса Магов в прошлый раз оказалась успешной, отчасти объяснялась наличием у них многочисленных свитков. Эти свитки застали племя невероятных людей врасплох, что привело к большому количеству жертв в первые минуты сражения. В противном случае, с превосходящими силами игроков племени невероятных людей окончательный результат мог оказаться совершенно иным. С огнем следует бороться с помощью другого огня. Если бы их борьба зависела от того, у кого будет больше свитков или золота, Ниянь определенно не проиграл бы Альянсу Магов. Юноша заставил игроков племени невероятных людей вернуться в крепость Хилтон. Затем он начал раздавать всем полезные вещи. Каждый игрок получил всевозможные предметы стоимостью не менее одной тысячи золотых. Все эти раздачи происходили в рамках подготовки к предстоящей битве. Когда приготовления были завершены, осталось только дождаться завтрашнего дня. Сторона Альянса Магов, вероятно, также закончила подготовку. Все игроки Альянса Магов собрались в трущобах к северу от крепости Хилтон. Они купили несколько домов здесь. Эта недвижимость была довольно отдаленной, а также очень дешевой. Из-за того, что эти объекты находились довольно далеко от сердца крепости, путешествие туда-обратно было довольно неудобным, зато они находились отличной виллы Нияня. Они собрали в общей сложности 1200 лучших экспертов. Божественные защитники также прислали некоторых лучших из своих игроков. Сторона Цаосюя не показала никаких признаков движения. Иными словами, информационная сеть Гухуа не имела возможности проникнуть в Дереволф и отследить их передвижение. Что из себя представляла игровая организация Дереволф, если количество их экспертов оставалось полной загадкой, темные руки за кулисами, такие как у Цаосюя, не позволит Альянсу Магов идти на верную смерть. Он определенно отправит некоторых из своих наиболее доверенных подчиненных, чтобы наблюдать за этой битвой. Казалось, добиться победы в Царстве Смерти будет нелегко. Тем не менее Ниянь, наконец, получил бы шанс встретиться с экспертами, находящимися под контролем Цаосюя. Что касается вылупления темнокрылого дракона перед тем, как команда отправится на бой в Царство Смерти, то тут у Нияня не было никаких экстраординарных надежд. Он даже собирался сдаться, когда Гухуа совершенно неожиданно прислал сообщение, что кристалл жизни был найден. Ниянь был в восторге. Он поспешно позвонил своему другу. Кто-то продает кристалл жизни? Спросил Ниянь. Да, мы уже связались с ним. Этот ублюдок действительно жадный. Он не хочет продавать кристалл жизни даже за 100 тысяч золотых, сказал Гухуай. 50 тысяч золотых уже было очень высокой ценой для кристалла жизни. Тем не менее другая сторона по-прежнему считала предложение Нияня слишком незначительным. Юноша нахмурился, сколько же он хочет. Полагаю, он знает, что мы в отчаянном положении. Вот почему пытается выдать с нас как можно больше, столько, сколько получится. Он сказал, что хочет получить 200 тысяч золота, не меньше, иначе все переговоры будут прекращены. С обменом на снаряжение он тоже согласен, сказал Гухуай. Его глаза полыхнули убийственным намерением. 200 тысяч золотых за кристалл жизни? Как насчет того, чтобы сгнить в глубокой яме, обмен кристалла на снаряжение? Ниянь задумался, после чего спросил, какое снаряжение он хочет. Некоторые эксперты не особенно заботились о получении золота, поскольку у них его было много. На их уровне снаряжение высшего качества было бы намного более привлекательным, особенно, если он был таким, который было невозможно купить, даже если у вас были на это деньги. Если бы они приобрели относительно редкий предмет, то, как правило, не продавали бы его, даже если предмет не подходил им самим, а вместо этого сохранили бы его на обмен снаряжением. Снаряжение высокого качества для священника Тини, и он требователен. Снаряжение этого парня также довольно хорошее. У него есть немало единиц снаряжения суп легендарного ранга. У него даже есть посох легендарного ранга, сказал Гухуай. Священник Тини с удивительным снаряжением, сердце Нияня трепетало. Священники Тини были наименее популярным игровым классом, в котором практически не встречалось экспертов. Только два игрока приходили Нияню на ум. Тот парень на ветряной змее, который напал во время последнего сражения с альянсом магов Натанья, и старший брат Блэкхевина, как зовут этого человека? Блэкхелл ответил Гухуай. Действительно, это на самом деле он. Как же тесен этот мир? Пробормотал Ниянь. Он не ожидал, что встретит Блэкхелла снова. Кристалл жизни не был чем-то таким, что могло быть получено просто благодаря удаче. Определенное количество навыков для этого тоже было необходимо. Тот факт, что Блэкхеллу удалось его заполучить, не был странным или удивительным. Ты его знаешь? Да, это старший брат Блэкхевина. О, вот оно как. Так как он знакомый, это намного облегчит жизнь, сказал Гухуай. Блэкхевин был огромной головной болью, когда только присоединился к гильдии. Но после знакомства со всеми, парень постепенно вписался в ряды племени невероятных людей. Хотя он был отшельником по натуре, но уважал людей, наделенных выдающимися способностями. Если бы племя невероятных людей было наполнено мусором, он, вероятно, не остался бы тут надолго. Сначала Блэкхевин смотрел на всех в гильдии свысока. Однако после встречи с Андингскаундрелом и другими, а также неоднократным проигрышем им в поединках один на один, после чего он стал свидетелем мастерства Респлендент Блейдлайта, Смоукстаба и других, взгляд молодого человека изменился. Впоследствии, когда все познакомились друг с другом, остальные также поняли, что Блэкхевин был не так уж и плох. Так как Блэкхелл был его старшим братом, можно было поручить Блэкхевину провести с ним переговоры. Во-первых, посмотри, есть ли у нас хорошее снаряжение для священника Тине. Мы не должны использовать их связь для получения кристалла, сказал Ниянь. Если бы он сумел получить кристалл жизни, то обмен его на несколько единиц снаряжения определенно был бы оправдан. Ниянь, мы можем попробовать завербовать Блэкхелла? Я имею в виду, что Блэкхевин та уже здесь, в гильдии, спросил Гухуай. Это будет сложно. Я уже как-то пытался, но ничего не получилось. Кажется, у него есть особая привязанность к гильдии темный герой. Хэм, у Блэкхелла не было эмблемы гильдии. Он сольный игрок. Некоторое время назад я слышал, как какой-то священник Тине в темном герое убил более 20 своих товарищей по гильдии, включая лидера гильдии, а затем вышел из нее. Может ли это быть он? Ниянь не слышал об этом инциденте, но ничего странного в этом обстоятельстве не было. Гильдии, вроде темного героя, были в основном муравьями в сравнении с племенем невероятных людей. Зачем ему было обращать внимание на одну из таких? Даже если бы Гухуай знал об их делах, то он тоже не стал бы заговаривать об этом. То, что разразилось в этих гильдиях, не имело никакого значения для племени невероятных людей вообще и Нияня в частности. Блэкхелл вышел из темного героя? Ниянь нашел эту новость невероятной. В нее было сложно поверить, так как у Блэкхелла в настоящее время не было гильдии. Возможно, у Нияня появился шанс завербовать его в племя невероятных людей. Насколько опытен этот парень? Взволнованно спросил Гухуай. Каждый мог видеть, насколько опытен был Блэкхевен. Поскольку Блэкхелл был его старшим братом, то просто не мог быть слишком плохим. В действительности, он богоподобный священник Тине. Если он присоединится к племени невероятных людей, то с легкостью попадет в пятерку лучших во всей гильдии, ответил Ниянь. Пятерка лучших в племени невероятных людей — это позиция, к которой стремились многие игроки, но никогда не надеялись ее достичь. Сердце Гухуайя дрогнуло. Что это могло значить? Прямо сейчас в пятерку лучших в племени невероятных людей входили Ниянь, Блейблайт, Смоукстап, Санытанья, и именно в таком порядке. Хотя никто еще не был свидетелем силы Кинков в Зеворлда, Ниянь оценивал, что тот был слабее Сана. Чуть ниже стояли Сия, Ванстрайк Вау, Ластбой и так далее. При такой большой конкуренции, насколько же трудно будет войти в пятерку лидеров, и все же Ниянь осмелился заявлять, что Блэкхелл может это сделать с легкостью. Глаза Гухуайя загорелись, такой игрок определенно был национальным достоянием. Я попрошу Блэкхевина попытаться убедить Блэкхелла вступить в гильдию. Если он не сможет этого сделать, то я отдам этому отродью кусочек своего разума. В приподнятом настроении воскликнул Гухуай, он быстро отправился договариваться с Блэкхевином. Блэкхевин, вероятно, также хотел, чтобы Блэкхелл присоединился к племени невероятных людей. Теперь все зависело от того, чего же хотел сам гениальный священник Тени. В прошлый раз он решил остаться в темном герое, вероятно, потому, что его привязанность к гильдии была слишком глубокой. Но теперь Блэкхелл уже покинул свою гильдию. Что касается того, что же именно произошло, никто не знал этого. Если Блэкхевин действительно изо всех сил постарается убедить своего старшего брата, то, возможно, Блэкхелл действительно может присоединиться к племени невероятных людей. В конце концов, племя невероятных людей было той гильдией, которая идеально подходила для Блэкхелла. Он мог бы присоединиться к ней, хотя бы для своего младшего брата, Блэкхевина. Ниянь считал абсолютно нормальным позволить Гухуаю и Блэкхевину разобраться с этим вопросом. Что касается кристалла жизни, то Гухуай, вероятно, отправит его, прежде чем придет время выходить из системы. Для такого эксперта, как Блэкхелл, подобный предмет, вероятно, был не особо полезен. Зная, что скоро он сможет разобраться с яйцом темнокрылого дракона, Ниянь ощутил, что просто воспламеняется от нетерпения. Юноша посмотрел на списки лидеров летающих маунтов. Было уже шесть записей, число которых будет теперь только расти. Пустынный грозовой орел был сбит с первой строчки рейтинга Стрикоза и Ахлис. Среди этих шести маунтов два принадлежали племени невероятных людей. Одним был пустынный грозовой орел Танья, а другим, недавно приобретенный Нейчералфиэндом лазурнокрылый альбатрос. Лазурнокрылый альбатрос был огромной птицей, которая преуспевала в воздушном бою и в этом отношении лишь немного уступала пустынному грозовому орлу. Распространение летающих маунтов было неизбежно. В будущем воздушная война станет гораздо более распространенным явлением, нежели сейчас. Ньянь не был уверен, что со стороны альянса мага уже появились летающие маунты. Но с тем накрылым драконом на их стороне, племя невероятных людей определенно не проиграет в небе. Примерно через час Гухуай послал кого-то доставить кристалл жизни. Кроме того, у него было еще больше хороших новостей. Блэк Хэлл согласился присоединиться к племени невероятных людей и завтра присоединиться к ним в битве в Царстве Смерти. Однако у него было одно условие. Ньянь должен был помочь уничтожить гильдию Темного Героя. Если бы Блэк Хэлл раскрыл свою настоящую личность, как Инвинсибила-1, он мог бы легко собрать достаточно людей, чтобы сокрушить Темного Героя. Однако вместо этого священник Ти не решил позаимствовать силу племени невероятных людей. Темный герой был основан им, поэтому Блэк Хэлл и будет тем, кто уничтожит эту гильдию. Ньянь согласился на это условие без малейшего колебания. Такой высококлассный эксперт, как Блэк Хэлл, мог быть обнаружен только по воле случая, но заполучить его было невероятно сложно. Ради его вербовки юноша готов был уничтожить сотни Темных Героев, если на то будет необходимость. Щелкнув пальцами, он в любом случае мог мгновенно уничтожить убывающую гильдию, такую как Темный Герой. Согласно словам Блэк Хэвина, у них все еще было несколько близких друзей в Темном Героя. Если эти друзья узнают, что Блэк Хэлл присоединился к племени невероятных людей, они почти наверняка последуют за ним. Для племени невероятных людей это определенно было бы безубыточной ситуацией. Получив кристалл жизни, Ниянь заглянул внутрь своей сумки. Она была заполнена всевозможными драгоценными камнями, каждый из которых был аккуратно организован и уложен вместе с другими. У юноши теперь было все, что было необходимо для вылупления Темнокрылого Дракона. В крепости Хилтон также есть место, где можно было вывести своих питомцев. Ниянь перебрал свой инвентарь и направился туда. Внутри слота для питомцев, где было спрятано яйцо Темнокрылого Дракона, юноша ощущал каждое биение сердца существа. Он был на грани вылупления и уже стремился взмыть в небеса, став их властелином. За магазин крепости Хилтон был немного грубым и простецким из-за того, что был недавно восстановлен после вторжения демонических зверей. Тем не менее укротители зверей здесь были довольно высокого ранга. Ниянь вошел в зоомагазин. Слева и справа от него были ряды клеток, в которых находились всевозможные питомцы. Однако, что отличало это заведение от подобного ему в калоре, так это то, что в данном зоомагазине также была секция для летающих маунтов. Зайдя внутрь магазина, Ниянь подошел к одному из укротителей зверей. Это место было довольно шумным. Люди постоянно приходили и уходили. В любое время в магазине находилось около 60 человек, которые занимались своими делами. Несколько игроков из Альянса Магов также присутствовали здесь. Ниянь приподнял брови. Это место было слишком многолюдным. Если бы он вытащил своего темнокрылого дракона прямо здесь, то летающего маунта наверняка увидят многие люди, в частности те игроки из Альянса Магов. Весть о том, что он вылупил темнокрылого дракона, наверняка дойдет до ушей Крэйзи Магика, и все будет раскрыто. Однако у юноши попросту не было другого выбора. Ниянь мог только взять себя в руки и заговорить с укротителем зверей. «Приветствую, сэр Нирвана Флейм. Чем я могу быть вам полезен сегодня?» Спросил укротитель зверей. Зверей, облаченный в красные одежды Ниянь, был укрыт черным плащом, поэтому никто не обращал на него внимания. Кроме того, с таким шумом, царящим в магазине, никто не слышал обмена фразами между юношей и укротителем зверей. Несколько игроков из Альянса Магов болтались поблизости. Их снаряжение было довольно высокого качества. Это были, скорее всего, элиты. Воин, держа в руках большое яйцо, подошел к одному из укротителей зверей. Эта группа, скорее всего, также была здесь среди вылупления летающего маунта. Что они сказали, что это за летающий маунт? Спросил один из магов. Это ветряная змея. Жаль, что ветряные змеи, это летающие маунты низкого ранга, но они все еще достаточно приличные. Крызи Магик не потратил средства на покупку ее у корпорации Ангела, даже если это и стоило целое состояние. Как корпорация Ангела получила в свои руки столько летающих маунтов? Я думаю, это благодаря недавно выпущенной карте Лес Гифонов. Они уже проходили это место несколько раз. Им удалось достать только несколько яиц летающими маунтами после того, как их экспедиция из тысячи человек была стерта с лица земли более 30 раз. Если бы финансовая группа Век их не поддерживала, корпорация Ангела вообще бы ничего не согласилась нам продать. Действительно ли Лес Грифонов настолько труден? Конечно, ты не слышал, что я только что сказал. Представь себе. Эта группа игроков из Альянса Магов продолжала шептаться между собой. Когда укоротитель зверей нежно погладил яйцо, из-под скорлупы пробился маленький змей. На его спине виднелась пара прозрачных крыльев, безостановочно взмахивающих вверх и вниз, пока малыш парил в воздухе. Он был довольно маленький, похожий на миниатюрную версию ветряной змеи, с которой ранее столкнулся Танья. Подобно пустынному грозовому орлу он также может изменять свой размер. Те, кто ничего не знает о летающих маунтах, никогда не поймут, что эта маленькая змея действительно могущественное существо. Вылупился. Взволнованно закричал игрок из Альянса Магов. Группа играла с ветряной змеей и, немного поболтав между собой, направилась прочь из зоомагазина. Наблюдая, как их спины скрываются за дверью зоомагазина, Ниянь задумчиво поглаживал свой подбородок. Чтобы корпорация Ангела захотела продать своего летающего маунта, в закулисье должно было провернуться множество махинаций. Казалось, Альянс Магов действительно ставит на кон в этом сражении все. Однако ветряная змея была подобна муравью по сравнению с таким существом, как темнокрылый дракон. Даже если Альянс Магов выведет на бой несколько летающих маунтов, Ниянь все равно полностью их сокрушит. Увидев, что в магазин стало гораздо меньше людей, Ниянь заговорил с укоротителем зверей. Я хотел бы вылупить это яйцо. Ниянь передал укоротителю зверей все кристаллы и яйцо темнокрылого дракона. Э, это яйцо темнокрылого дедракона. Зайкаясь, воскликнул укоротитель зверей. Он осторожно принял яйцо темнокрылого дракона из рук Нияня. Затем искренне посвятил всего себя тому, чтобы тщательно перелить энергию всех полученных кристаллов в яйцо, что держал в руках. По мере того, как темнокрылый дракон поглощал энергию, исходящую изнутри кристаллов, последние постепенно превращались в бесполезные камни. Ниянь почувствовал, как жизненная энергия внутри яйца становилась сильнее с каждой секундой. Существо внутри быстро росло. Через мгновение, слегка дрожа, он начал прорываться из своей скорлупы. Пек, пек, пек. Трещины распространились по раковине. Глаза Нияня загорелись от волнения. Вот-вот на свет должна была появиться новая жизнь. Укротитель зверей был полностью сконцентрирован на процессе вылупления. В этот момент другие игроки начали обращать на них внимание. Они с любопытством смотрели на яйцо в руках укротителя зверей. Это был первый раз, когда эти игроки видели подобное яйцо, поэтому они были очень заинтересованы. Игроки задавались вопросом, какое же существо вылупится. Глядя на укротителя зверей, выражение лица которого было довольно тревожным, можно было даже заметить струящийся с его лба под. Что это такое, кто знает, возможно это летающий маунт. Буквально некоторое время назад два человека пришли, чтобы вылупить своего летающего маунта. И вот опять, сейчас владельцы летающих маунтов становятся все больше. Бьюсь об заклад, это просто обычный летающий маунт. Прикрываясь плащом, он думает, что произведет лучшие впечатления или что-то в этом роде. У него в жизни явно был случай с кислым виноградом. Ниянь попросту игнорировал всех этих игроков. Он был полностью сосредоточен на яйце в руках укротителя зверей. Стеснение в груди юноши становилось все более и более интенсивным. Так как Ниянь был укрыт черным плащом, никто не мог видеть его лица, которое было преисполнено нервозностью и ожиданием. Получение летающего маунта было невообразимой мечтой для множества игроков. В предыдущем графике Ниянь мог только бросать завистливые взгляды на других людей, путешествующих на своих летающих маунтах. Однако теперь у него наконец-то будет свой. С громким треском темнокрылый дракон наконец вырвался из скорлупы. Он с любопытством смотрел на окружающий мир. Глаза дракона напоминали черные жемчужины и сияли интеллектом. Он взмахнул крыльями и начал взлетать. Темнокрылый дракон был похож на большую птицу. Тем не менее у него было много отличительных характеристик дракона. Это был тип крылатых драконов. Все его тело было черным, подобно Ониксу, с толстым круглым животом, парой мощных когтей под крыльями и сильными ногами, полными силы. Его скорость как в воздухе, так и на земле нельзя было недооценивать. По сравнению с настоящим драконом, темнокрылый дракон был немного меньше. В зоомагазине вспыхнул шум. Что это за общество? Это похоже на птицу. Нет, дракон. Игроки все продолжали гадать. Когда темнокрылый дракон продолжал летать вокруг, он пронзительно осмотрел всех игроков в магазине. Прежде чем наконец остановил взгляд на Нияне, он мог почувствовать ощущение родства от этого человека. Дракон взмахнул крыльями и полетел к юноше, прежде чем приземлиться на его плечо и прижаться к его шее. Своеобразное чувство возникло из сердца Нияня. Он чувствовал связь с темнокрылым драконом, которая позволяла отдавать питомцу приказы. Видя, что вокруг него собираются игроки, Ниянь стремительно отозвал темнокрылого дракона в отведенное для питомцы пространство и вышел из-за магазина. Увидев, что Ниянь покинул магазин, игроки начали ожесточенно спорить друг с другом. Это был дракон, верно? Кто, черт возьми, был этот парень? Только теперь игроки решили проверить таблицы лидеров летающих маунтов. Появилось несколько новых записей, и первое место занял темнокрылый дракон. Черт, это действительно был дракон. Какой невероятный парень. Может быть, это был Нирвана Флейм? Я слышал, что он получил удивительное яйцо летающего маунта, но пока не сумел его вылупить, темнокрылый дракон был довольно высокопоставленным существом даже среди прочих драконов. Он мог похвастаться мощной магией тьмы, и хотя его способности ближнего боя рассчитывались как средние, он все же был намного сильнее обычного дракона. В то же время его магическое и физическое сопротивления были одними из самых высоких. Читая информацию, найденную в интернете, игроки в зоомагазине чувствовали себя все более и более шокированными. Некоторые из них не могли удержать в узде свою фантазию, представляя, как было бы удивительно, если бы они могли выйти в эту дверь и улететь на собственном темнокрылом драконе. Однако за такими мыслями сразу же последовали тяжелые глубокие вздохи. Не говоря уже о темнокрылом драконе, они не могли себе позволить даже обычного летающего маунта. Ниянь вернулся на свою виллу и призвал темнокрылого дракона. Темнокрылый дракон начал летать вокруг, с любопытством осматривая комнату. Если бы они были на улице, дракон мог бы вырасти в десятки раз. Андингскаундрил и остальные в настоящее время отдыхали на вилле. Видя как темнокрылый дракон начал летать по вилле, на их лицах появилось выражение полнейшего ошеломления. «Босс, ты был тем, у кого вылупился темнокрылый дракон», воскликнул Андингскаундрил. Он смотрел на летающего вокруг темнокрылого дракона. Да, кивнул Ниянь, Андингскаундрил и остальные быстро проверили списки лидеров летающих маунтов. Как они и ожидали, темнокрылый дракон прочно закрепился на первой позиции. В конце концов, это был могущественный дракон, одно из самых сильных существ Цанвецтеон. Никто не знал, насколько сильным был темнокрылый дракон. Тем не менее, каждый мог подтвердить, что на данном этапе игры ни один другой летающий маунт просто не мог быть ему достойным соперником. Это был бесспорный повелитель небес. Игроки племени невероятных людей стали еще более уверенными в своих шансах на победу в Царстве Смерти. С мощным драконом на их стороне, чего игрокам следовало бы бояться. Это было идеальное время для войны. Ниянь проверил информационную страницу темнокрылого дракона. Темнокрылый дракон. Летающий маунт. Тип атаки. Дыхание дракона. Физическая атака. Тип брони. Божественное. 1. Здоровье. 250 000. Защита. 12 000. Сопротивление магии. 1000. Сопротивление яду. 1000. Физическое сопротивление. 1000. Информационная страница содержала каждую статистику и детали. Ниянь сделал только краткое сканирование. Позже он изучит все подробнее. Тем не менее юноша мог подтвердить, что темнокрылый дракон был намного сильнее любого обычного летающего маунта. Например, даже если бы ему пришлось с тремя пустынными грозовыми орлами Танья одновременно, темнокрылый дракон все равно мог с легкостью их победить. Босс, покажи нам статистику темнокрылого дракона. Взмолился Андинг Скаундрил. Он достаточно долго строил догадки о силе летающего маунта, и потому желал знать все наверняка. Да, босс, мы тоже хотим это увидеть. Нияня глядел комнату, все здесь были доверенными товарищами. Подумав немного, юноша поделился с присутствующими статистикой темнокрылого дракона. Андинг Скаундрил и другие задохнулись от удивления. 1000 единиц сопротивления магии. Бьюсь об заклад мои заклинания даже царапины не оставит на нем. Вздохнул Андинг Скаундрил. Ты был бы просто каким-то мутантом, если бы сумел нанести ему какой-либо урон. Ты смотрел на тим брони темнокрылого дракона? Это божественная броня. Я предполагаю, что только атаки Катапульт и Баллист могут реально повредить его шкуру. Поскольку вилла уже приобретена, как насчет того, чтобы мы переехали сегодня? Предложил Ни-Янь. Всемирное объединение оказалось на правильном пути. Пока ничего не случилось с племенем бога войны, оно будет таким же устойчивым, как и Горатай. Один, Сия на мгновение задумалась. Не было никакой разницы, переезжать на новую виллу сейчас или через несколько дней. Девушка кивнула. Конечно, Ни-Янь позвонил отцу и объяснил свои намерения. Отец не согласился. Как бы ни были перегружены дороги, посещение Ни-Яня займет всего три часа. Он также предложил послать команду безопасности, чтобы сопровождать их, но Ни-Янь отклонил эту идею. Большое количество людей сделает их более заметной целью. Собрав вещи, Ни-Янь запустил свой тхравн и поехал с Сия к их новому дому в городе Ситзин. Юноша не удержался и начал вспоминать свою прошлую жизнь. Когда он пошел в университет, то ощущал всепоглощающие чувства одиночества, наблюдая за мимолетными пейзажами за окном и постоянно удаляющимся Хуахаим. Он уезжал довольно далеко, а будущее казалось неопределенным, наполняя Юношу чувством непоправимой потери и беспокойства. Однако теперь он мог заглянуть за пелену тумана и увидеть свое будущее. Тем более, что теперь Сия была рядом с ним. Примерно через три часа Ни-Янь и Сия прибыли к воротам своей новой виллы. Она была построена прямо возле горы, уединенное место в спокойном районе, который был заполнен красным кленами. Высшая военная академия находилась всего в 10 минутах езды, поэтому поездка на работу или учебу была довольно комфортной. Ни-Янь проверил систему безопасности виллы. Они были определенно первоклассными, до приезда сюда Ни-Янь уже связался с байонетом. Он оставил наемнику задачу по защите своих родителей. Что касается его Сия, то Ни-Янь мог справиться с большинством возможных ситуаций самостоятельно. Пока топ-эксперт такого же уровня, что и байонет не появится, его умения хватило бы, чтобы противостоять врагу. Хотя нельзя было сказать, что он не был немного взволнован. Эти двое не взяли с собой никаких слуг, поэтому всю работу по дому им придется делать самостоятельно. Приведя в порядок это место, Ни-Янь начал задаваться вопросом, станет ли это началом их совместной жизни. Юноша посмотрел на свою возлюбленную, вытирающую соседний стол. Прямо сейчас она уже начала выглядеть как домохозяйка. К его удивлению, парень также заметил, что фигура Сия стала намного более пленительной, чем раньше. Ей грудь казалась особенно переполненной. Ни-Янь не мог не задавать себе вопрос, не было ли это делом 49 345 его рук. Сия из его прошлой жизни была не так хорошо развита, как ее нынешнее воплощение. Она также начала источать очарование молодой замужней женщины, хотя на самом деле он еще не сорвал ее бутон. Ни-Янь мы должны осмотреть академию, закончив то, чем она занималась, Сия спросила молодого человека. Конечно, мы могли бы пойти подышать свежим воздухом, кивнул Ни-Янь. После того, как эти двое закончили уборг, они направились в высшую военную академию. В кампус могли входить только те, у кого были студенческие билеты. Безопасность здесь была на превосходном уровне. Войдя в кампус, Сия и Ни-Янь увидели великолепное здание. Дальше, в глубине территории, было еще больше зданий. По обе стороны от тенистых дорожек были высажены деревья и цветы, которые сейчас буйно цвели. Это была высшая военная академия, место, о котором в своей прошлой жизни мог только мечтать. И одно из самых больших его сожалений. Ни-Янь посмотрел на идущую рядом с ним Сия. На девушке не было никакого макияжа, но это ей было и ни к чему. Девушка была наделена настоящей природной красотой. Она выглядела настолько привлекательной и нежной, что одного взгляда на Сия было достаточно, чтобы избавить любого человека от всех его забот. Даже в месте сбора элит, таком как высшая военная академия, Сия все еще очень выделялась. Ее вид заставлял брови встречных студентов приподниматься, когда они проходили мимо. Командерский факультет находится напротив этого здания. Мы будем не слишком далеко друг от друга, сказал Ни-Янь, глядя на карту кампуса. Их факультеты находились в десяти минутах ходьбы друг от друга. Значит, я всегда смогу навестить тебя, когда у меня появится такое желание. Сия схватила Ни-Яня за руки, обезоруживающе улыбаясь, отчего на ее лице появились милые ямочки. Девушки, проходящие мимо студенты были ошеломлены. Кто эта девушка, я не знаю, но, кажется, она новичок. Новенькие в этом году выглядят довольно смачными. Я слышал, что у одной из тех, что недавно поступила на художественный факультет, действительно потрясающая фигура. Мне кажется, ее зовут Цзян и Нюй, ее называют новой богиней художественного факультета. Теперь же посмотри, появилась еще одна. Жаль, что у нее уже есть парень. Некоторые из студентов начали сплетничать между собой. Взгляды, направленные на Ни-Яня, были полны зависти, а проклятия за его удачу в нахождении такой прекрасной девушки сыпались в спину. С другой стороны, гораздо меньше людей обращали внимание на самого Ни-Яня. Он не был особо красив и определенно не выделялся в этом месте, заполненном элитными представителями высшего класса. Однако он также не был похож на лягушку, пытавшуюся съесть мясо лебедя. Сам Ни-Янь, естественно, не обращал внимания на перешептывающихся студентов вокруг него. Глядя на огромный и величественный кампус, он не мог удержаться от улыбки. Казалось, его будущее в высшей военной академии не будет скучным. То, что действительно застало Юношу врасплох, так это информация о поступлении Цзян и Нюй, да и то совсем немного. Если подумать, то ее поступление на художественный факультет вообще было досрочным. Семестр должен был начаться еще только через неделю. Ни-Янь и Си-Янь торопливо прогуливались по кампусу, прежде чем остановиться перекусить. После обеда они провели остаток дня, тренируясь в тренажерном зале, а затем вернулись на свою виллу около пяти часов вечера. Вернувшись домой, Ни-Янь приготовил простой ужин, хотя Си-Я так. Продолжение следует...